оп смотрите какой красавец все включай звук можешь приветствовать публику приветствовать я точно не умею поэтому просто как всегда надеюсь что получится интересно и может быть это интересно и новое получится рассказать то что видел непосредственно сам я не слышал его превьюшку но примерно представляю о чем я прочитал что мне нужна история про живоглядова мы очень надеемся на то что будет история про живоглядова и про даню куликова конечно если есть то тоже обязательно расскажи зарядил ли ты airpods и супер давай начнем с актуалочки с интервью юрия нагорных читал ли ты какое мнение имеешь по этому поводу достаточно ли тебе было вопросов которые были заданы алексеевом и компании или не хватило какой-то остроты но я думаю что впечатление ровно как у всех учитывая что интервью еще и было анонсировано таки ожидал что-то более интересного но я прочитал примерно за две минуты пропустив примерно даже особо не вчитываясь а просто просканировал глазами текст и абсолютно ничего интересного но конечно была маленькая вероятность что не смогут хоть что-то интересное вытащить из нагорных но увы все очень дежурное программное интервью я хорошо работаем там еще и не знаю поправили уже сначала же было что 14 место для локомотива наше место 14 да и ну ничего интересного то есть подтвердили только по то что действительно были переговоры уже на последней стадии с австрийским защитником драгович у меня всегда проблемы с фамилиями да я еще сегодня без телефона в руках то есть вообще все по памяти будешь ну да количество ошибок будет невероятно или половина будешь придумывать ну ты там поправляй как нибудь хорошо потом посмотрим на монтаже поправим и абсолютно ничего интересного ничего нового действительно наверное и не стоило этого ожидать что здесь интервьюеры как-то раскрыть что-то больше какую-то дополнительную информацию но интервью есть идем галочка просто идем дальше сегодня в жирчате вексеев написал что попробуют разговорить ульянова я думаю что это может быть интереснее но опять же далеко не факт что получится но действительно наверное вопросы относительно конкретных трансферов кто почему ушел на каких условиях это наверное действительно лучше он будет спросить у него и узнать от него но во первых ульянов не на горных это совершенно точно в плане того что он может дать жару интервью я с ним общался я делал интервью с ним еще в стародавние времена когда он тренировал команд 95 года рождения вот и он даже вот со мной вот с корреспондентом начинающим мягко говоря это был где-то наверное первое полугодие моей работы на федерации в федерации и ну вот он даже мне прям довольно острые вещи выдавал и про молодежь и про поводу того почему они не становятся великими футболистами и так далее ну соответственно моя тематика которая меня тогда интересовала вот я думаю что если собственно само интервью с ним согласует то отделываться общими фразами ульянов не будет это не в его принципах не знаю насчет конкретики да насколько он расскажет о том что вот мы там мемпассе отдали за 3 миллиона евро 2000 долларов и 4 копейки вот но это точно не будет набором воды вот по поводу нагорных имею сказать следующее что в целом вообще не ожидал ничего от этого интервью и прекрасно вот когда я прочитал вот этот вот анонс от алексеева что мы тертые калачи и задали несколько острых вопросов там моя первая реакция была типа что total вопросов про олимпиаду сочи меньше одного собственно это прям вообще в заголовок вынесли о том что про сочи спрашивать не будут вот но и в остальном все понятно что нагорных эта фигура немножечко другого масштаба чем томас сорн поэтому отношение к нему будет уважительным и из-за желания того чтобы это интервью вышло да какие-то там острые моменты дожимания вопросов в принципе будут убраны иначе это интервью не выйдет спорт экспресс очень хотелось бы первым заполучить интервью с нагорных поэтому ничего прям принципиально острова не ждал мне в целом понравилось то что были затронуты практически все темы которые интересны но естественно ни одна из них не была хоть сколько нибудь раскрыта хоть сколько нибудь дожата но ну и опять же да мы не очень не знаем насколько всему этому можно доверять потому что но нагорных чиновник плоть от плоти человек который 20 лет 25 лет занимался чиновничные работы и поэтому ему собрать это как для тебя вот сейчас стакан воды выпить вот и типа но все равно мне очень нравится то что это интервью было дано потому что насколько я понимаю я сейчас в памяти порылся интервью от председателей совета директоров локомотива я последний раз читал ну прям хрен знает когда я вот не уверен ну точно уверен то что я не читал интервью плутника про футбол и не уверен читал ли я прям вот интервью большое мечерякова про футбол конечно определенные комментарии были конечно что то нам он выдавал анекдоты и надписи на заборах но вот именно большого интервью от председателя совета директоров я честно говоря прям очень давно не помню это хорошо да человек выступил человек понимает то что личность он публичная и говорить что-то должен но конкретику конкретика мы должны конечно слушать от ленченко от ульянова и смотреть как это конкретика будет преобразовываться в дела а не только в текста потому что у ленченко тоже было интервью и особо не очень много сбылось из того интервью который он давал рабинору через два месяца после того как приступил к работе вот собственно наверное это все что можно сказать по интервью потому что там из реально интересных моментов это затронули тему возможного возвращения казанки у меня до сих пор крайне неоднозначное отношение казанки я сам не могу для себя сформулировать насколько она нужна насколько она полезна и даст ли она реально что-то потому что до посыл понятный логичный что футболисты которые выходят из академии не готовы к взрослому футболу и вместе с тем я вижу что в период когда у нас была казанка из казанки не вышло ни одного футболиста который готов достоин играть за основную команду и наоборот вот сейчас казанки нету мы видим щетинина 2005 год рождения 17 лет и чел просто готов мы видим раково чел просто готов и я не уверен что им нужна казанка и я не уверен что людям которые сейчас не готовы казанка чем-то поможет ну дискуссионный вопрос и я думаю что не хуже не лучше она особо не делает будет приятно иметь еще одну команду в структуре я буду рад за ней следить также как я слежу за молодежной молодежной команды за юфельными командами и немножечко за командами академии тебя есть какое какая-то мысль по поводу казанки хочешь не хочешь ну по-моему давно с тобой еще обсуждали что замки получается что слишком долгий переход в три года практически после выпуска только до взрослой команды и некоторым игрокам действительно нужно переходить туда раньше тренироваться не заставить как вот тому поколению когда ребята все объективно там пересидели точно там кто из последних съездил на сборы вроде еще неплохо там показал дрофейку и потом было так было было такое да что никита съездил на сборы и прям гол там по моему кому-то забил прям хороший и в целом ощущение было ну не знаю там артур артур черный например вот ездил на сборы с николичем забивал там с позиции левого защитника сумасшедшим ударом в ворот краснодара ничего не достиг да сейчас в химках где-то играет ну и 98 год рождения моя персональная боль команда которая выносила всех по детям по молодежке и никого из них на ведущих ролях в чемпионате россии нету кое как играет куликов кое как играет рыбчинский все а команда была такая что оттуда вот казалось что человек там 5-6 в основу перейдет если не в локомотивскую то на уровне рпл будут играть просто лидерами надо еще хорошо понимаю психологическую проблему понятно что можно говорить что если там игрок талантливый и трудолюбивый то он все это преодолеет но я представляю насколько тяжело после тренировок сосновой особенно длительных возвращаться обратно от казанку там либо в молодежку и когда тебе уже все немножко не то все уже медленнее и не получается оставаться на том же уровне поддерживать его и действительно такая психологическая проблема и в том числе и по ракову думаю что ну парень уже полгода практически постоянно тренируется сосновой и забыл думаю что он и в недельных циклах тренировался сосновая играл только на молодежку может быть предматчивает мне кажется федоров его отправил уже в молодежку и после этого начал стабильно играть у мишаткина а до этого да он постоянно вот при немцах при цинбаури при компере он всегда был с основой но нет не выпускали ну да это же еще проблема получается что от игрок который такой под основой тот восемнадцатый и позже двадцать первый человек заявки он получается что нужен на основе но из-за этого про не вообще не получает игровую практику то есть не играет ни там ни там на протяжении нескольких недель там когда гостевые матчи особенно и в этом возрасте игровой тонус это тоже безусловно то что очень нужно и не всем этого хватает но ведь там же еще сказали что непонятно вообще еще на какой уровень то есть наверное это что-таки подразумевается алига возможно если это там фэнт панел что-то куда-то сделают ну либо это получается а пока ну смотри там нагорно говорит о том что будут определяться после того как станет понятен формат реконструкции нашего подвала футбола и ну судя по всему он уже утвержден этот план реконструкции он будет включать себя рпл фнл промежуточную лигу вторую лигу и после второй лиги лфк да то есть у нас фактически появляется три профессиональных четыре профессиональных лиги рпл и 3 под ней и соответственно вопрос наверное вот этой промежуточной лиги или пфл а но я не думаю что есть большой выбор то есть если ты создаешь профессиональную команду то она автоматически будет в пфл и потом иди борись за попадание в промежуточную если ты сделал такое решение что отказался от казанки в свое время год назад то теперь уже придется заново все это делать и как минимум год тратить на то чтобы попадать в промежуточную но в целом на самом деле как человек который занимается лфк-шкой я могу сказать то что ну вот запусти сейчас 2005 год в наш лфк и они не будут выносить всех они ну скорее всего будут где-то наверху но это не будет какой-то там очень простой футбол где им очень легко да там придется побороться с ройсичем зеленоградом там с родиной с 2 и другими командами которые очень крепкие а есть и ребята типа летнего дождика которые прям там мужички по 30 лет играют и тоже умеют играть футбол умеют играть жестко и для ребят будет полезно но просто сейчас лфк-шная команда тоже существует но эта команда из людей которые не нужны по сути не в юфе или 2005 года не в молодежке не нигде это выпускники лока 2 и выпускники лока которые никуда не попали ну что я тебе рассказывается знаешь все это прекрасно и ваньков который с молодежкой про такие истории до и ваньков касимов ну касимова сейчас отправили в итоге куда-то хотя вроде как он так никуда и не прибился а и ваньков например поискал себе команду два месяца вернулся в лфк в лфк более-менее набрал форму и после этого вернулся уже в молодежку где сейчас активно с этой молодежкой и занимается играет и я думаю что мешаткина особо не хочет опускать я помню как мешаткин не расхваливался время и ванькова а и ваньков потом через два-три месяца после того как мне мешаткина расхваливал привез два гола в финале первенства россии просто привез просто откровенно подарил мяч игрокам спартака но не суть важно вот что там было ну да не понятно почему только тему чертанова чуть не дожали казалось что вот сейчас 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 это скажу что будет большее взаимодействие с чертанова учитывая на что известно что уже есть и первый трансфер и сейчас или по всему второй уже практически готов и тренер оттуда переходят но возможно поэтому еще пока не юридически возможно история никаких известий нету никаких новостей по крайней мере вот на данный момент нету это только паблик на карандаше написал про топингу я соответственно знал еще за день до того как об этом написал паблик на карандаше но собственно они увидели то что топинга играет за локомотив 2006 а я за сутки до этого заявлял топингу за локомотив поэтому немножечко раньше среагировал поэтому откуда у них сейчас информация по солопову и господи василий окрачков вам так фамилия тренера стыд мне и срам что забыл фамилию вот пока не знаю откуда эта информация на данный момент у меня так таких известий нету что они переходят что они там будут играть в зимнем первенстве зимнее первенство не закончилось как сказал нагорных оно еще будет две недели минимум поэтому если что-то кто-то перейдет я об этом узнаю и напишу как минимум на бусте вот по поводу чертанова неплохая вообще идея с коллаборацией но немножечко поздноватая к огромному моему сожалению чертанова потихонечку сходит на нет уже появляются другие лидеры московского футболиста какой-то момент чертанова абсолютно точно было на одних позициях с протоком локомотивом цска динамо сейчас чертанова точно ниже этих команд и уже появляются команды строгино и родины которые сильнее чем чертановские в аналогичных возрастах вот так что к сожалению немножечко опоздали но все равно как минимум старшие команды чертанова точно есть откуда кого оттуда забирать и как минимум в старших командах локомотива есть серьезная проблема с комплектацией на какой-то момент мы выпали из конкурентной борьбы за самых сильных футболистов поэтому там 2007 год у нас сейчас убитый и если мы возьмем кого-то из чертанова 2007 года это точно пойдет сильно на пользу команде наверное все по интервью на горных реально по большому счету обсуждать нечего ждем ульянова ждем интервью не знаю может ротенберга какого-нибудь позовут на интервью короче люди которые чуть больше дадут конкретики уже по каким-то более интересующим нас вещам но на самом деле еще больше я жду что возобновится коммуникация клуба с болельщиками потому что как ни крути сотый раз в этом убеждаюсь что журналисты не сильно понимают что интересует болельщиков не сильно понимают на какие вопросы нужно дожимать ответы и получать ответы да то есть они интересуются какими-то вот сферическими вещами вакууме которые вроде как в теории должны интересовать а по факту получается миллионный раз перетирание кто уволил николича кто уволил николича хотя по большому счету интересно совершенно другие вещи вот так что я надеюсь что будет это какая-то коммуникация когда болельщики представители болельщиков какие-то там паблики смогут задавать вопросы первым лицам эти первые лица будут оперативно и на своих ресурсах отвечать на запросы вот чего я жду но все равно хорошо что это интервью состоялось вот к сборам давай к сборам все-таки самое важное самое интересное это то что послезавтра у нас матч со спартаком и прошло семь товарников на скольких из них ты побывал и но если я правильно помню то на трех на трех не на всех потому что сначала играл в абу-даби уехать полтора часа было не очень приятно и еще там накладывалось на кей-то сам собственные дела выходные поэтому да это так кажется что когда живешь в москве что полтора часа стандартная дорога куда бы то ни было москве там на час а потом все-таки по трассе достаточно утомительно получается ехать и денег выпадает но когда три раза получилось три раза съездил на первый матч с бониткором было достаточно забавно что сначала да я вообще приехал к цск удивительно удивительно тебя знакомые что ли то ну есть пара человек с которым я очень люблю и уважаю и то есть приехал к отеле цска поздоровался там с ребятами они живут еще вместе жили вместе с динамо есть там такой прям пол состоящий из корреспондентов их там по-моему около шести интервью одновременно в лобби кто-то раздавал там и смолов и несколько человек из цска общались прессы небольшой футбольный хаб потом оттуда уже там через несколько часов поехали непосредственно на поля и там да на одном поле тренируется цска соседнее поле 2 я понял что локомотив снял два поля только одно и вот на одном из этих двух полей локомотив и играл свои первые три наверно до товарки 4 даже три товарника было в абу-даби 2 на первом сборе и один на втором хотя не они вроде как уже переместились в дубай к моменту они еще они еще там были на третий день по переехали понял и было забавно что вот эта половина второго поля было отчертано такой заградительной лентой потому что было же было же приглашение от клуба фактически на самом деле впервые такое помню чтобы прямо когда в официальных ресурсах было что приходите наши товарищеские матчи там конечно болельщики и марвелю приезжали и еще куда-то но вот так напрямую что я действительно считаю что это круто и правильно особенно когда в таких туристических локациях команда находится почему бы не не пригласить тех кто в это время находится в этой стране в этом городе приехали парк потому что если они получаются такими достаточно близкими и открытыми то есть можно там мы с кем-то из игроков пары фраз перекинуться и сотрудники клуба достаточно открытые и готовы всегда поболтать потому что но когда люди уже месяц провели только друг с другом любой более менее адекватный человек который может что-то рассказать и либо получаться в диалоге думаю воспринимается достаточно хорошо собственно и меня там достаточно тепло приняли потому что несмотря на то что было двадцать две заявки приехал на матч только два болельщика это на первый на 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 будет кор потому что дальше дальше я уже смотрел там в дубае и группа поддержки было уже и нормальный стадион с нормальными трибунками туда приходили люди на первый матч это понимаю особо никто не рвался ну да то есть дмитрий виноградов ходил там лентой огораживал промежуток между двумя полями там было нас только двое это второй человек он хоть и очень любит локомотив но и был в очаровке даже другого клуба и мы и мы вот так вот стояли на бровке и общались и попадали в объективы камер постоянно потому что ну потому что стояли где-то где по моему там штычка была да прям где-то это было где-то примерно в двух метрах от нас и супер неожиданно потому что мы там что-то со своем разговаривали тут просто прилетает прилетает мяч со всех сторон все начинают орать там еще половина монет коры достаточно хорошо разговаривать по-русски прибежал там технезиан хорошим матом покрыл капитана бунет кора он в ответ но там на самом деле антону конечно сфалили но он тоже не особо поправ он там рукой отмахнулся ну да в целом фол был довольно легкий а миранчук ну типа такое ощущение что ему уже восемь раз за минуту дает но там действительно ему там действительно раза три за несколько минут наступили потому что они успевали за ним но там будет кора еще было даже по разминке видно что они какие-то были супер заряженные покричали в круге перед матчем то есть там разминка у меня казалось что у них это там уже последний матч на сборах я вроде как они примерно в это же время как локомотив начинали но были гораздо точно более серьезно настроены вот это вот градусом действительно был в первую минуту но странно да получилось у нас были самые лучшие места был первый голос у голового даже забили по моему тот барин скинул головой нет там в первом в сбу нет кором сразу игнатьев прямым ударом забивал барина миранчук да миранчук навесил игнатьев забил это во втором матче уже с родиной баринов скидывал комано замкнул на дальней штанге да там еще перерыве же 11 замен было то есть ребята с тех кто ходили во втором тайме они подошли разминались вот прям буквально за спинами на втором поле локомотива и да действительно тепло поздоровался с теми из кого знал моего спутника на матче тоже достаточно хорошо ребята приняли пару слов перекинулись поэтому да было достаточно приятно после долгого перерыва увидеть команду рад что сборы получили здесь хотелось бы конечно супами и в турнире в том матче чтобы участвовали но итак газ и первый матч был довольно такой приятный клане эмоций что особо и такого не ожидаешь а тут целом тебе такой подарок что ты когда не можешь быть рядом с командой приезжать достаточно прикольный интерес какие еще матч посетил до чтобы мы синхронизировались я те вопросы задавал по этим матчем и в целом по твоим ощущениям так или даже специально открылся матча первый был вас будет кором на родине источник я не ездил был на джахоре когда проиграли по моему 01 и вот курсан испания посетил и получил громадное удовольствие от комбинационной игры локомотива ну вот этот во второй матч джахором это действительно было очень больно я вот я причем на самом деле уже задумался что мать с урар то он же был прям почти такой же его даже забыл какой из них я смотрел лично какой из них по телевизору потому что ну что там что там во второй матч это было прям боль потому что если первым мы еще стоишь на прямо на поле на самом деле ну я не понимаю до сих пор как там тренеры смотрят футбол вот с этого уровня мне не понятно абсолютно ничего то есть ну конечно там понятно что можно привыкнуть ты понимаешь там вот смотреть в этой плоскости футбол но действительно очень тяжело поэтому мы там действительно скорее больше общались просто орешь на правого защитника чтобы он активнее играл и на лайнсмана который перед того чтобы поднимал осет всегда уверен что павлович не любит осет на линии наваре раньше у него точно получилась уже да потом второй-третий матч это был дубая правда тяжело конечно сказать что в дуба потому что на самом деле туда ехать не сильно ближе чем между дубае строящаяся пальма то есть там ну тоже минут 30 40 не было ехать но да там уже хотела была вот эта трибуна на первом матче был валентин наш прекрасный который пребывает золотой сезон пробил в том году достаточно весело там и покричал я сожалению активной поддержки не подключился но я хлопал на всех мотивчиков заменял барабан но респект конечно 90 минут в тишине в одиночестве поддерживать команду но он там говорит что на спа найди на матче ходить скорее всего не будет и поэтому вот это вот такая заключительная лебединая песня отдушина да перед взаимодействием чемпионата фанаги давай буквально по матчам пройдемся соответственно ты говоришь чтобы на джахоре в каком виде для тебя предстала команда что у нее не получалось видел ли ты что она там физически уставшая или какие у тебя самое-самое яркие впечатления именно визуального просмотра но визуально это было прям супер плохо потому что были не так резки как в любом единоборстве было видно что не бежали совершали какие-то абсолютно нелепые обрезы и ошибки и ну из того что я там кем разговаривал то есть вот действительно к этому второму получается 3 4 матч это был какой-то пик нагрузок вот этого сбора и действительно был очень тяжело именно в физическом плане что я помню что когда наирате князяна заменили там первое было такое супер облегчение то есть за 45 минут человек очень сильно устал и когда там после матча с кем-то разговаривал все ребята говорили что мы там под нагрузками вчера была большая лиговая работа и поэтому сегодня не так хорошо получалось думать на поле свой именно вот выполнить какую-то физическую работу слушай на самом деле довольно странно например в матче с фурсан испании где наир текнезиан вот этот вот наш супер атлет провел всего полчаса по моему он вышел на полчаса если не меньше не на не на 25 минут и он после матча с фурсан испании которые вообще не предоставали не представляли никакой опасности для него он точно также рухнул на газон и еле дышал это прям супер меня удивило я думал что ну уж мальч с фурсан испании они реально полушагом проходили но нет они все равно устали и это странно это странно потому что за неделю до спартака у тебя игроки полчаса не могут выдержать против соперника который не заставляет тебя бегать что же будет матч со спартаком который бегать то заставит очень серьезно ну опять же тоже впечатление по моим матчем что мне у меня нет особых претензий в плане беговой работы к особенно крайним защитникам что смолников последним матчем что наир что по-моему метай когда играл то есть камера же скорее всего было да с другой стороны то есть нигде трибуны но вот по нашей бровке вперед регулярно до каждого эпизода наверное такое самое большое впечатление было по смольнику что мы когда после матча списывали что казалось что он выпал но я сидел непосредственно в близости к тому месту где игорь бегал он всегда открывался там буквально на линии от сайда 1 возвращался в оборону особенно после угловых на же по моему с фурсаном и раза четыре обрезались после собственных угловых и смольников 50 метров обратно будучи последним страхующим защитником и уже буквально все вернулись обратно и он уже предлагает себя впереди в бровке но да действительно наверное не так это было заметно по youtube картинки или коэс око картинки потому что не так часто действительно на него быстро переводили мяч на правый фланг но в плане того сколько он себе предлагал сколько он пробегал там точно очень хороший тип но при этом смотри смольников в обоих матчах провел не больше 45 минут то есть тоже странная достаточно фигня что у нас большинство игроков не проводят по 90 минут матча с фурсан испании опять же команда которая еще раз буду на этом настаивать что не представлял вообще никакой угрозы локомотива не заставляла локомотив бегать пять человек по моему провели 90 минут и не книги те пять человек которые бы мы хотели что провели 90 минут видишь это же в целом очень давно на моей памяти о всех сусунгах типа такого не было чтобы я насколько помню всегда зимние сборы было так что были буквально спаренные матчи и в один матч 90 минут играл так называемая основа на следующий день играл так было у палыча и николича у гиздаль прям вообще было очень мало товарников мне кажется меньше чем в этот раз там турнику турнику в 5 было и особо не играли вот вот сейчас да вот такие вот 7 творняков и ни разу они не были в соседней даты максимум минимальное количество времени который проходил между творняками это два дня через два дня на третий играли и меняли состав достаточно сильно но в перерыве все равно было большое количество не перерыве там и 60 минуте все равно было большое количество замен я вот составлял табличку о том кто провел наибольшее количество минут и за 7 творняков это 425 420 минут у макеева и баринова при том что 7 творняков это 7 на 9 это 600 630 минут да то есть почему по макееву я бы не сказал что он провел больше всех минут но вот достаточно удивительно. Собара, да, действительно оказалось, что играл больше всех. Я думаю, что если не брать в расчет последний матч, то у Щетинина тоже должно быть достаточно много минут. Ну вот у всех остальных игроков было такое, что они практически, ну, либо вообще матч какой-то пропустили, как, например, Щетинин и Раков, потому что если бы они сыграли хотя бы тайм Щетинин и Раков, они бы там в пятерку, условно говоря, вошли по количеству времени. Но они не сыграли ни минуты, и поэтому они выпали даже из десятки. Там очень плотно все идет. Там есть человек 3-4, которые условно в 10-15 минутах друг от друга по игровому времени. Но, да, ну вот Макеев и Баринов были самыми стабильными, сыграли во всех матчах, и в каких-то матчах сыграли 90 минут, в каких-то 60 минут, и это предопределило их лидерство. Но реально это все равно 420 из 630. То есть это у нас даже вратаря нет у человека, который бы сыграл там много... Ну, фактически там 75% мы не преодолели планку, чтобы у нас кто-то сыграл. Это странно. Это странно, и это первые сборы, на которых я вообще не вижу основного состава. То есть люди не на одной позиции. Я, ну, кроме, наверное, Дмитрия Баринова, я не вижу, что вот этот вот человек, это железо, бетонная основа, условно говоря, да, когда будут все здоровы. Потому что даже Макеев, я не вижу его основным футболистом, когда поправится фасон, а Конти научится играть в футбол, я не особо вижу Макеева в старте, учитывая то, что он выдавал в этих товарняках. Вопрос, если что, есть ли для тебя железобетонные игроки основы, которых... Ну, я думаю, что самое большое, наверное, счастье, это из-за того, что есть железно-бетонный Команор. А, угу. Что... Но он не железобетонный, да, то есть мы, опять же, мы видим то, что ни одного 90-минутного матча Лантратов не проводил, то есть это не было такого... Ну, последний матч Ходюков вышел где-то минуте на 70 уже, насколько я помню. Если до этого хотя бы меняли перерывы, то уже... Ну, там на 68-й, если не ошибаюсь, все равно там у него было достаточно много и работы, и времени, это не то, что его там выпустили на пять минут. Это, по-моему, даже в матче с Урарту даже меньше времени у него было. Вот, но... Все равно для меня это... Шок и удивление, опять же, для того, чтобы... Между Лантратовым и Ходюковым не так, чтобы... Много времени я могу сейчас проверить, сколько... Сколько разницы, и она будет, ну, не колоссальная. Но они менялись в перерыве, по-моему, в первые пять матчей. Поэтому там должны быть действительно достаточно близкие цифры. Так... Лантратов в итоге провел 356 минут, Ходюков 274. То есть разница меньше одного матча, меньше 90 минут между ними. То есть мог пройти еще один матч, в котором бы Ходюков отыграл 70 минут, а Лантратов там 20, и... Мы получили одинаково. Хорошо, давай перефразирую, что это железобетонная для меня основа. Не только потому, сколько они времени провели, но и исходя из того, что я увидел... Чуть, наверное, в меньшей степени из того, с кем пообщался, кто достаточно регулярно видит тренировки локомотива и понимает, о таком принципу там тот или иной состав сегодня вышел. Но я думаю, что Лантратов это номер один на «Спартак». Надеюсь, ничего не изменится. В плане здоровья за последние... Сколько уже дней-то осталось? Хотел сказать неделю, а осталось два дня. Послезавтра игра. Даже меньше двух дней. Да. Текст, кстати, ничего про Митрова не говорили. Может быть, ты какие-то впечатления о нем увидел, узнал. Потому что для меня Митров — это человек, который должен вытеснить Худюкова из рамы локомотива в какой-то отдаленной перспективе. Для меня Митров сильнее, чем Худюков. Нет, если честно, про Митрова даже ни с кем не разговаривал. Он регулярно после матча оставался на такую 20-минутную интенсивную тренировку с Хаповым и с кем-то. И, по-моему, Худюков обычно ничего помогал. Либо кто-то там из административного штаба. Только заканчивался матч, Митров первый-первый к воротам, взял три мяча и с Хаповым несколько упражнений начинал делать. Ну да, после всех матчей у тех, кто сыграл меньше тайма, была беговая работа. Те, кто вообще не вышел достаточно долго, я так понимаю, еще тренировались, там порядка 45-минут. Потому что после последнего матча автобус даже с теми, кто играл первый матч, раньше уехал, не стали дожидаться тех, кто еще тренировался после матча. По Митрову не знаю. Он из того, что он не кажется каким-то высоким, я так понимаю, он достаточно сильно ниже и Худюкова. Худюкова 194 сантиметра, Митров... Ну, Худюков тоже не выглядит на 194 сантиметра, поэтому... Митров — 1,88. Да, по комплекции Худюкову что-то тяжело бы сказать, что он там всего на 10 сантиметрах ниже, чем Гиле. Но... По Митрову не знаю, я не так много его видел, чтобы что-то уметь говорить. Ну, я, наверное, хочу выдавать желаемое за действительное, потому что вот недавно был какой-то очередной у них двухсторонний матч или какой-то турнир, в котором вот фотография была, и там вратарь команды, которая победила, был именно Тимофей Митров, не Лантратов, не Худюков. А Митров меня это очень порадовало, потому что я действительно считаю его сильно вратарем и гораздо более совершенным, чем Даня Худюков, у которого есть сильные стороны в виде его физических данных, но есть, как мне кажется, достаточно серьезный пробел в технике, в понимании футбола, что ли. Ну, что больше всего запомнилось, это, конечно, уровень и интенсивность общения с защитниками от вратарей. Ну, кстати, мы это видели на трансляциях ОК, а вот с трибуны это было точно так же. Просто с трансляцией ощущение то, что, ну, Лантратов вообще не затыкался, постоянно подсказывал, а Худюков такой раз в несколько минут, причем какую-нибудь ерунду вообще. Да, не хочу, конечно, плохо говорить сильно про Даню, но действительно как будто на разных языках они общались со своими защитниками, и в целом для меня немножечко это сложило картину от того, что я видел в матче в чемпионате России, потому что я достаточно, как мне кажется, с той стороны понимаю, когда вот происходит вот этот момент, когда защитник и вратарь становится как будто разными частями игры, что вот это вот когда одна атака одна за другой, когда упускают за спину регулярно, нападающий бегает. Там Худюков даже, несмотря на то, что действительно много моментов вытаскивает там один на один, но я вот хорошо понимаю вот такую небольшую истерику, когда защитники не понимают, когда нужно придержать, когда нужно отдать, когда нужно обратно истись вперед. И в этом плане Лантратка очень крут, потому что он с центральными защитниками постоянно чуть пошли там в атаку, кому-то одному говорил, что там Худюков какой-то подсказ был, да, Смол пошел выше, тики, останься. То есть, значит, в таком ключе, что если справа пошел выше, Тикинзян должен остаться. Либо если, да, Смол ушел высоко атакующий защитник, то тому, кто в восьмерке играет с этого фланга, по-моему, по позиции это был часто либо Токчетинин, либо там даже Марадишвири, да, Мару он часто опускал, то есть, типа, Смол ушел, Мара ниже, останься. И вот это, не замолкая ни на секунду, там, когда стандарты, кто остался у кого за спиной, даже там Мага пару раз уже так рукой отмахнулся, типа, ну я вижу, что, ну, в общем, Лантрат все равно несколько раз дополнительно говорил, что, да, вот это к тебе идет за спиной, от погоста ушел Мага к тебе. Даже уже в таких статичных ситуациях, то есть, когда там студия выписывал либо желтую, либо какой-то там вообще мидики выходили на поле, Лантрат все равно подсказывал, кто где, куда смотреть. В этом плане это было действительно круто, и я считаю, что именно так и вратарь должен общаться с достаточно молодыми защитниками, и руководить и опорником, и вот этими восьмерками, которые ни в коем случае не должны проваливать полуфлан. Это интересный момент, потому что одно дело, да, это подсказ на стандартах, одно дело, это подсказ в каких-то вот ситуациях уже, когда идет атака соперника, да, что там Конти Райт, вот это все, что у тебя там за спиной игрок, вот это, будь внимательней. Другое дело, когда ты говоришь о том, что, там, Смольников пошел вперед, Тики, останься, или что, там, Мордишвили, вернись, подстрахуй, потому что, на мой взгляд, это вещь, которая должна отрабатываться именно на тренировках, это вещь, которая должна закрепляться тренерским штабом, в частности, Галактионовым, там, Левином и прочими. То есть, если необходима подсказка Лантратова, чтобы второй крайний защитник не убегал вперед, то это какая-то дикая тактическая безграмотность на мой личный вкус. Ну, я бы ты сейчас немножечко черешуле это все воспринял, потому что, ну, знаешь, Лантратов — это как радио. То есть, вот он со стартом свистком включился, давай-давай, пошли, веселее, повнимательнее, вот он до сорок пятой минуты не замолкает ни на секунду. И, то есть, это не говорит о том, что этот князян начинает делать трюбок вперед, а он его останавливает. Просто как лишнее напоминание. Да, то есть, это как еще один комментатор, и не замолкающий просто ни на секунду постоянно в игре. То есть, да, здесь нет такого, что они оба убежали. Что еще? Да, вот и у Худякова как раз, да, это в другой степени, что он начинает разговаривать, включается, отключительно, когда момент идет уже ближе, мяч переходит, там, на нашу половину поля, либо это какой-то стандарт, там, быстро расставить, да. Достаточно забавно он с Конти переговаривал на английском, буквально всего одним словом, но я думаю, что со временем они тоже найдут общий язык. Пока оказалось, что Дании достаточно тяжело на английском подсказывать. Тоже, кстати, момент, что Конти-то у нас испаноязычный человек, и до этого в англоязычных странах не играл. И, скорее всего, и для него английский язык – это тоже непростая вещь. Ну и понятное дело, что для всех наших российских игроков английский язык тоже не самая простая вещь. И мне кажется, что в этом тоже будут проблемы. Я так понимаю, что с едваем был подсказ на русском, потому что Тим достаточно хорошо понимал, как куда. Сербско-хорватский, он в любом случае более-менее похож на русский, а уж футбольный язык там точно все легко понять. Лантратов с Конти, по-моему, не играл. Да, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Лантратов играл с Конти и тоже помогал, ну, то есть, по крайней мере, это было на матче с Уралом. Вот, и там был этот Конти-райт, Конти-лефт, и там был этот самый гол, который пропустил, единственный гол, который пропустил Лантратов после навеса. Опять это подача с правого фланга атаки. И Конти оказался совершенно просто вне позиции. Такого, чего при Лантратове другие защитники ни разу не допустили. И мне сразу показалось, что это как раз проблема именно коммуникации, что Лантратов другому защитнику сказал, что, чел, у тебя за спиной игрок остался. А как это сказать Конти, может быть, Лантратов просто вовремя не сообразил, или Конти не понял, что ему говорят. А в первом матче, по-моему, Худяков, да, был у вас, наверное? Лантратов вышел на второй тайминг, да. Я точно знаю, что все голы пропускал Худяков, кроме гола от Урала. И да, ну, собственно, гол Бунеткора, который пропустил. Бунеткора, где Мага. Да, и гол, который забил Урал, это просто два одинакового гола. Оба раза центральные защитники ушли куда-то страховать ближнюю штангу, а мяч пошел просто по центру вратарской, и оттуда игрок, ничего не делая, просто мяч вколотил в ворота без сопротивления. Почему-то у нас Дзюба ни разу не остался один без какого-либо защитника. В общем, ну, типа, я думаю, что это будет проблемой взаимодействия с Конти, и коммуникация с Конти, потому что одно дело, если бы был Гильерме в воротах, португалоязычный, и, соответственно, играл Конти в Португалии и что-то должен знать. Другое дело общаться с Макеевым, Погосновым, там, Лантратовым, Худюковым. Может быть, Фасон выйдет, может быть, чуть попроще будет. Видишь, там еще же получается, что и опорная зона у нас полностью русскоязычная. Да у нас сейчас вообще не осталось испаноязычных, португалоязычных игроков, да? У нас же, как обычно, если исход, то массовый. Кабано-пуш. Да. Французики еще кое-как держатся, французоговорящие. Это проблема, это, на мой взгляд, опять же, если в атаке не так страшно, не так сильно, и подсказ не так сильно роляет, то в обороне без подсказа, без нормальной коммуникации очень тяжело жить, и Конти нужно будет сильно постараться, чтобы влиться в историю. Хотя, опять же, ну, Фасон просто с первых же матчей как влитой встал. У него не было Пабло какого-нибудь рядом, не было Гильермия, потому что приходилось играть с Худяковым, но ничего, вполне себе взаимодействовал. Так что, может быть, я надумываю, может быть, мне просто не нравится Конти и то, как он играет. Но, честно, на данный момент мне кажется, что Конти – это не основной игрок Локомотива. Ну, я не думал, что он, да, на Спартаке. На самом деле, ну, у меня нет полного понимания, кто будет, действительно, полностью на Спартаке. Даже нет понимания до конца, наверное, какой будет двойка ЦЗ. Ну, я думаю, что, скорее всего, это будет Макеев. Макеев плюс один, да, и этим плюс один, ну, мне сейчас, на данный момент, видится Кузьмичев. Он пропустил игру с Фурсан Испанией, но, вот опять же, да, подтверди или опровергни, потому что мне показалось по трансляции, что Кузьмичев просто бегал вокруг стадиона. Нет, он был в тренировочной экипе и просто под, ну, между двумя скамейками стоял под выходом, где он прям под камерой, под вышкой, но он, да, был в штанах и в олимпийке. Не в игровой форме. Странно, ну, вроде, как бы, на фотографиях, на видосах потом оказалось, что он, ну, типа, там, в двух сторонках принимает участие, в каких-то квадратах принимает участие. То есть, именно почему-то на Фурсан Испании его не поставили и ставили играть Макеев-Погоснов и потом Макеев-Конти. И это тоже, блин, это довольно показательно, что на Фурсан Испании Конти выпустили на 30 минут, не на 90, не на 60, да, там, что предпочли Погоснов попробовать, чем Конти. Если ничего не путают, то, по-моему, Смичок просто простудился. Ну, может. Ну, потому что, да, я помню, что такое, кто-то рядом говорил, там, по-моему, кто-то из журналистов рядом сидел, и я думаю, что от него слышал, который был до этого на тренировке. На самом деле, да, простудиться в Дубае – это суперлегкая история, потому что везде кондиционеры, там, на 17 градусов стоящие, и ты из жары… Ну, вначале еще было достаточно прохладно на улице, но вот последнюю неделю было уже больше 30. То есть на этой неделе опять немножко похолодало, 25. Как вы там выживаете-то? Извиняюсь за 30, около минус 17. Но, да, на прошлой неделе было 30 по 35 градусов, и ты когда с 35 заходишь в любое помещение, где у тебя на 18, то… Понятно, да. У меня все знакомые приезжающие, да, там уже оставили. Давай расскажи про Дмитрия Живоглядова и в целом про правых защитников. Мы их перепробовали просто уйму. Кто у нас только не играл на правом краю. У меня сложилось впечатление о том, что Михаила Галактионова на правом краю не устроил вообще никто. То есть ему не понравился ни один из вариантов, которые он попробовал правым защитником. Если слева еще более-менее, там, Тикнезян его, наверное, устраивает, то справа ни Живоглядов, ни Нинахов, ни Митай, которого он пробовал в кубке, ни Щетинина даже попробовал на полчаса примерно, на 20 минут в матче, в втором матче с Родиной. С Родиной. Да. И никто его не устроил, поэтому купили Смольникова. Насколько вот тебя бы устроил Смольников? Насколько ты думаешь о том, что на «Спартак» нужно… Во-первых, мне нравится, что главному тренеру клубильной команде «Локомотив» не нравятся текущие правые защитники, потому что одна из моих самых больших криков, которые связаны с «Локомотивом» за прошлый год, это когда Томас, по-моему, «Цорн» сказал, что на встрече с… Болеефик. Да, на встрече с инфлюенсерами, сказал, что мы очень довольны Дмитрием Живоглядовым, и поэтому на «Право фонт» не планируем никого пока подписывать. Это было больно слышать. Но, действительно, у меня давно ощущение, я думаю, что с кем в чате когда общались, «Локомотив» иногда играет в листером, просто не использует вот эту огромную зону с правого фланга. По-моему, в первом матче в Дубае, я помню, что матч начался с того, что Нинахов перебросил сетку за воротами, пытаясь навесить на Дзюбу, то есть это было где-то метров 15 не туда, и, да, Дмитрию Наградову тут же пришлось идти за мячом. Он был не очень этим доволен. Ну, действительно, но если у тебя что же Ваглядов, что Нинахов, ну, все плохо, Смольников, наверное, первое же впечатление, что когда мы у Карпа увидели про Дзюбу и Смольников, ну, что, так, как так. Но, с другой стороны, ты примерно понимаешь, что если «Легионера» сейчас невозможно так быстро и привести хоть более-менее какого-то нормального уровня качества, то, ну, я тоже не жду от Смольников каких-то там миллионов передач, что он станет плеймейкером на правом фланге, но я хотя бы понимаю, что он будет стремиться в атаку, потому что вот эта вот пассивность, и когда у твоего ПЗ 90% передач это обратно Макееву, никакого продвижения вперед, и, ну, я видел 50 моментов, когда «Локомотив» в этом сезоне с позиции правого защитника был между вратарской и лицевой линией, где нужно было просто прострелить, даже иногда не двум, а трем опциям, просто кому-то из них попасть в ногу, и это стопроцентный гол. То есть там и Изидор, и Камано, и Антон Миранчук, бегающий в страхную, но передачи регулярно идут либо не до дачи, либо неповад, либо просто первого защитника. Там даже можно в чужого защитника сильно простреливать на уровне колена, пусть хоть от него залетит. Но это же там 10 потенциально незабитых голов точно. Я не знаю, какая статистика может это показать, но вот я хорошо понимаю, сколько было передач с этого места, и они не закончились даже угловым, наверное. При этом у Живоглядова 5 голевых передач больше, чем у кого-либо. Это все круто. И вот этот сигнатурный навес, когда человек все бегут в страхную, а он дает в обратную сторону, и человеку приходится принимать мяч спиной к воротам. И бить через себя, и забивать красивейший гол. Давайте не будем забывать об этом, что Живоглядов ассистент на самые красивые голы локомотива. Ну, гол Миранчука, Краснодару. Это какой-то безумный уровень. Ну, это Леха, красавец. Если без иронии, для меня на самом деле огромное удивление, когда я сделал эту таблицу, то, что там Макеев на первом месте, но Живоглядов там даже не в числе 15. У него 250 игровых минут, и он делит это место с Митаем. Да, он абсолютно столько же сыграл, сколько и Митай. И там с Пеняевым, который пропустил первый сбор, вообще полностью и не играл. И только входит состав. А Нинахов, например, входит в топ-4 игроков по минутам, которые получали у Галактионова на этих сборах. И последний матч Нинахов отработал полностью 90 минут. Причем сначала он сыграл на левом фланге, откуда забивал Уралу, потом переместился на правый фланг, заменив Смольникова. И ощущение, что, ну, в целом, Галактионова Нинахов-то более-менее устраивает. То есть у Нинахова больше времени, чем у того же Тикнезиана. И тебя это вводит в печаль и грусть? Ну, наверное, не особо. Я думаю, что все равно Тики – это основа на Спартак. Просто Нинахов, насколько я понимаю, достаточно неплохо вышел в предпоследнем матче налево, забил гол, и как бы его решили лево и посмотреть. А поэтому во втором тайме, получается, да, он ушел на правый фланг и освободил место для Дикнезиана, и как бы саму оставшись справа. Ну, Живоглядов был капитан второго тайма. Он постоянно забирал эту повестку в первых матчах. То, что Нинахов доверяет больше, чем Живоглядову, ну, наверное, я… То есть на Фурсан Испании Живоглядов уже не выходил. И в целом, да, вот у него были матчи 30 минут, 18 минут. И это, ну, для меня это большое удивление, потому что, опять же, есть впечатление, что Галактионов пытается построить команду чуть более опытную, да, что для решения задачи по избавлению от борьбы за вылет, он начинает немножечко делать крен в сторону людей, у которых там есть опыт и есть возраст. Но Живоглядов, как человек, который вроде как и капитан локомотива в каких-то матчах, и суперопытный чувак, и достаточно взрослый чувак по сравнению с остальной командой, он как-то вылетел из состава. Для меня это удивительно, потому что, да, у меня примерно похожее ощущение, как и у тебя от Дмитрия Живоглядова, что не совсем этот футболист подходит современному футбольному клубу, мягко говоря. Но, с другой стороны, но… Ну, он… Он дает определенный уровень, ниже которого не падает. И мне казалось то, что Галактионову это понравится. Но нет. И это… Ну… Это вызывает вопросы. Стоит, как бы, сказать, что Живоглядов достаточно неплохо играет в обороне. То есть это было и в очень сложных матчах вроде Лиги Чемпионов, где не было такого, что через его фланг мы получали регулярно, что и в Лиге Европы, что в целом… Ну, Живоглядову нет больших претензий по игре в обороне. Ну, то, что когда Локомотив там либо уступает в счете, либо необходимо переломить как-то игру, ну, да, через паровый фланг игра абсолютно не получается. Особенно, если там нападающих… Ну, да, Живоглядову Керк – это периодически не работало от слова совсем. Они вообще не понимали друг друга. Они просто… Они добегали друг до друга и пасовали на метр. Просто Керк Живоглядову подсовывал, Живоглядову Керку подсовывал. Это очень странно смотрелось. Да, то есть у Живоглядова нет опции, когда он играет… Подключается в полуфланг. То есть он всегда играет супершироко. И Керк такой же любитель принять мяч на боковой линии. И вот они просто упирались друг в другую. Да, вот теперь есть классная гифка, когда Живоглядов опять закидушку ему сделает с линией на линию, мяч улетает на трибуну. А Нинахов вот в этом плане точно. В плане хотя бы подключения-открывания. Он действительно иногда режет зону внутрь штрафной. То есть оставляя крайнего своего полузащитника на бровке. Сам подключается в эту зону. Но то, что вы попробовали слева, наверное… Я не очень понимаю, почему не играл Миталь. Но в целом нет такого же понимания, почему не играли там и Щетинин, и Раков в последнем матче. Когда Щетинин до этого достаточно уверенно отыгрывал… По-моему, 90 минут он какой-то матч даже сыграл. Да, у него был матч 90 минут, но его там тасовали по позициям и соответственно… А нет, это был матч с Джохором. Не совсем его тасовали, там схема изменилась с 4-3-3 на ромб, в котором Щетинин был низшей частью этого ромба. Это, что хотел спросить. История ты про Живоглядова будешь рассказывать? О том, как он умеет подавать без сопротивления? Или оставим? Блин, вот… Ну я же хорошо отношусь ко всем игрокам «Локомотива», но вот это было очень больно. То, что да, в перерыве матча с Дахаром, что ребята просто по стоячему мячу делали передачи в штрафную на убегающих, по-моему, Ваню Игнатьева. И я понимаю, как должен выглядеть прострел с полового фланга, что он должен быть. У нас несколько тренеров любили либо кинжальная передача, либо банановая. Такая должна быть для этого вкручиваться. Но вот по стоячему мячу все низом, полу, ну практически пяткой. То есть я понимаю, когда мяч дробится, каким образом по нему был совершен удар. Игнатьев, по-моему, с Антоном, но они даже близко не могли ничего это завершить, потому что мяч прилетает не туда, они его перебегают. То есть нет никакой траектории подачи. Мы там стояли, у нас был человек 7 на трибуне. И мы смотрели, ну как так, мяч просто стоит. Ты в перерыве матча попробуй немножечко вкрутить туда, что ли. Просто все, пяткой, низом. Там еще, на самом деле, не очень хорошее качество поля было, насколько я так понимаю. Да, поле виновата. Ну, на плохом поле видно более, когда мяч у тебя не крутится в обратную сторону. То есть когда передача идет не пластером, а когда она просто прямая идет, мяч начинает сразу долбиться. Поэтому часто передача отдают с обратным вращением. И вот, да, Живоглядов с точки, за 10 минут перерыва, что они делали эти прострелы, там не отдал ни одной хорошей. Да, я думаю, что если путь галактионов чуть поближе, у него бы точно. Он бы еще раньше с Моникова позвал. Кстати, последние, ну, видосы с последних тренировок Локомотива, они были именно с отработкой фланговых передач в штрафную. И опять же, я не видел на этих тренировках, что фланговые передачи в штрафную отрабатывает Дмитрий Живоглядов. То есть Максим Нинахов на позиции правого защитника там был. Ну, то есть как бы вот передача от Нинахова с фланга в штрафную на вбегание и удары были. От Камано были, хотя почему-то передачи от Камано с фланга в кому-либо на забивание не работают. Он как заколдованный, то есть даже если передача более-менее идет нормальный в темп, все равно вратари берут эти удары, в то время как от абсолютно всех остальных игроков идет передача, и они влетают в ворота без шансов для вратаря. Идет передача от Камано и мяч у вратаря. Наверное, все-таки есть какая-то вина дающая в таких вещах. Но вот Живоглядов я там не видел от слова совсем. Это тоже довольно интересный момент. У меня еще было такое своеобразное свое гинго. Я ждал, что будет хотя бы один матч, где будут играть три ЦЗ. И я думал, что Живоглядов будет одним из тройки ЦЗ. Вот. У меня было такое ощущение, что у меня пока еще не было Конти. Там... Нет, ЦЗ, по-моему, никто не болел, не пропускал. А Магро, по-моему, в этом матче, да, сколько я знаю, он там был... Мне очень хорошо и сочувствовал перед игрой, и не были уверены на конце сыграть. Ну и вообще... Я вот я думал, что вот, может быть, будет три ЦЗ с Живоглядовым правым и центральным. Но... Играли только в 20 за все сборы. И... Ну, все равно, я думаю, что это Нинахов. Технезиан слева, и в зависимости от формы Смольникова, это будет Смольников справа, либо Нинахов. Угу. Хотелось бы, конечно, чтобы Смольников, но я думаю, что это понимание там только у Волокченова и тренера по этой сборы. Да, гадание на кофейной гуще здесь. У нас нет никаких объективных данных. Давай чуть дальше тогда пойдем тоже, если уж мы по составу прошлись, то... Ну, в большинстве своем Локомотив играл по схеме 4-3-3, иногда переходя на 4-2-3-1, но в целом... Опять же, вот в последнем матче с Фурсан Испанией, мне кажется, что Галактенов вернулся к 4-3-3 и отказался от 4-2-3-1. Прям таких вот явных с двумя оборонительными опорниками решил, что все-таки, наверное, не особо важно. Не знаю, как это будет со Спартаком. Может быть, на Спартак два опорника это и не так плохо, но очевидно, что от этого очень сильно теряет атакующая наша мощь, потому что наши два оборонительных опорника не дают того подключения к атакам, которые должны были бы давать. И это большая проблема. Да, из-за того, что я видел и 4-3-3, когда у тебя один опорник, и над ним две восьмерки. И играли более, когда Куликов, он играл, он был чуть ниже вместе с Барри и Марри, наоборот, был... В первом матче Антон, по-моему, был даже вот этим третьим в центральной тройке. Был такой, да. Потому что пока слева был Исидор, справа Камановец, центральный Игнатий. Я так понимаю, что ещё нам для полной картины немножечко помешало то, что Карпукас на одну из тренировок подвернул ногу с опухшим голомостопом. То есть он не ездил в Бишикташ-то просмотр, как говорили слухи? Ну, нет, не ездил. В Турции, несмотря на то, что проедлили, конечно, окно. То есть это была всё-таки травма? Травма всё-таки была у человека? Да, я его видел каждый раз. Там с трибуны видно зал. И там, да. Гилерми, как завсегдата, занимался каждый первый тайм всех матчей. И на последних матчах там Исидор был рядом, ну и Пукс тоже, по второму тайму уже подходил. Обидная история, потому что на данный момент, я так понимаю, что Карпукас конкурирует прямо... Ну вот, просто по позиции конкурирует с Дмитрием Бариновым и ни с кем другим. И ему бы, собственно, эту конкуренцию выиграть, показав Галактионову, что он сильный и готов исполнять тот объём работы, который исполняет Баринов. И давать ещё чуть больше. Но в итоге на самые важные матчи он фактически выбыл и вернулся только к Фурсан Испании на второй тайм. И опять же, ну вот он выдал этот тайм, ну на мой взгляд, ничуть не хуже Баринова. А в плане связи обороны с атаки даже лучше. Потому что он давал эти самые передачи между линиями, в то время как Баринов в основном работал на подключение вперёд самостоятельно. Гол забил, но как связующее звено практически не работал. Я думаю, что почему-то мне кажется, что конкуренция скорее даже не с Бара. Потому что думаю, что Бара уйдёт играть в восьмёрку, если это будет та же схема, в которой играли с Фурсалом. В нескольких матчах, которых я не был, что вот там был один, да, глубинный напорник, который подчищает и тем самым освобождает роль для Баринова чуть выше. То есть там может быть и Мардишвили, который в целом, как мне кажется, был достаточно хорош на этих сборах в играх. Не всегда на первых ролях, но и был, по-моему, один тайм, когда вот они с Игнатьем вышли и не очень понимали, как вообще взаимодействовать впереди. Как раз, да, ты вот знаешь, с Джахором, когда в атаке не получалось практически ничего, там Мара совсем растерялся. Он курсировал там с левого фланга направо и пытался искать себя в этих полузонах, там между Игнатьем и Камано. Да, когда перешли на ромб. Да, это была первая проба ромба и ощущение, что футболисты понимают, что им делать в этом ромбе, не было вообще никакого. То есть там, когда Николич свой ромб презентовал, там ого, там Рифаджи Малединов с позиции атакующего полузащитника, но он четко понимал, что вот он здесь, он выдает передатчик, он подключается, он включается и все такое. Восьмерки и там Владислав Игнатьев играл восьмеркой, но ты тоже, ого, ну Игнатьев четко понимает, куда ему бежать, в какие зоны ему вскрывать и что делать. Когда я посмотрел на два подобия ромба от Галактионова, ощущение, что футболисты вообще понимают, зачем они вышли на поле, не было никакого. То есть просто Марадешвили реально с позиции восьмерки туда убегал куда-то на левый, ну, позиции правой восьмерки убегал куда-то на левый фланг атаки, пытаясь там принять мяч, в то время как позиция вот атакующего полузащитника, кто там даже, кто играл этого атакующего полузащитника, я, честно, даже не помню. Антон? Может быть, Антон, может быть, Раков восьмерка играл, Антон, возможно, атакующим, не суть важна. На Джохоре... Да, там еще потом, когда Никишин вышел на стакомано, то есть там Никишин из двойки нападающего был на фланге, да, но это даже, наверное, особо можно не обсуждать. Это какой-то хаос был, то есть вроде как идея какая-то есть, но зачем и почему это попробовано, понятие просто никакого ощущения, что это отрабатывалось на тренировках у меня не возникло. То есть вот 4-3-3 у меня есть ощущение, что это отрабатывалось на тренировках, вот у меня была претензия по матчу с Уралом, что они делают выдвинутого Дзюбу, а крайние полузащитники вообще не забегают ему за спину для получения мячей скидками. А в матче с Фурсан Испанией они вернулись на 4-3-3, и я прям четко увидел то, что Камано старается забежать за спину, да, там кто у нас слева, Пеняев старался забежать за спину Дзюбе и получать эти мячи уже вот за его линией, в то время как в матче с Уралом именно Дзюба был крайней точкой получения мячей. И прям видно то, что да, в 4-3-3 они более-менее понимают, что делают, а зачем было попробовать 4-4-2 ромб без понимания, я честно говоря не знаю, может запутывали кого-то, может быть на Спартак сейчас выйдут ромбом, а оказывается то, что они только его и тренировали, не знаю, не знаю, это выглядело странно, и это единственный матч, который мы проиграли, и там было много экспериментов, которые вообще не сработали. Я от этого и думаю, что скорее всего должен быть Мара, потому что он здорово играет вот эту восьмерку в тех эпизодах, когда крайний полузрочтение фактически играет вот по Дзюбе, он хорошо там и выдерживает ту линию, то есть с ним всегда и во фланге можно отыграться, он достаточно неплохо несколько раз и навешивал штрафную, то есть вот он как раз восьмерка, которая, когда полфланговый игрок спускается в центр, убегает штрафную, он здорово давал вот эту необходимую ширину, то есть через него и Бара регулярно мог выйти из-под прессинга, и после возврата владения Мара получал часто именно на фланге, под него забегал Смольников, они там что-то между собой пытались комбинировать, там несколько раз отдали хорошо, Мара здорово забежал уже в том моменте, когда Дзюба должен был забивать, да, и когда Дзюба покатил на Каманой, Каману, то есть Мара с позиции восьмерка здорово и в штрафную подключился. Мне вообще больше всего, наверное, нравится в Мордишвиле, что из всех наших центральных полузащитников Мордишвиле вообще не боится ходить в штрафную, то есть найти Даню Куликова в штрафной, это нонсенс, вот он один раз в каком-то матче оказался в штрафной, он, мне кажется, испугался того, что он принял мяч в штрафной и вообще не знал, что с ним делать. Бара раньше ходил, сейчас перестал как-то подключаться в атаке, его чаще все-таки где-то на подступах к штрафной можно увидеть, если уж он подошел. Карпукас тоже вот в матче с торпедо пошел вперед забил, но, ну это не его задача, он тоже в основном старается передачки отдавать. А Мордишвиле вообще не боится, и это как раз, ну, стиль, там, не знаю, Джигаша Криховика, который никогда не боялся подключиться в чужую штрафную, и это всегда оказывалось неожиданностью для соперника. И вот Мордишвиле тоже это делает, и отчасти, и поэтому его и вознаграждают голами, да, то есть вот в матче с Фурсаном он открыл счет, и в чемпионате он несколько мячей уже успел забить, хотя не так много играл. То есть, ну, это работает, подключение центрального полузащитника в чужую штрафную, это практически всегда работает, потому что его там не ждут. И если научатся этому самому, там, не знаю, Карпукас или Дане Куликов, это очень серьезно их игру усилит. Я не верю, что Куликов ему научится, и не верю, потому что, ну, Карпукас — это прям классный образец вот этого глубинного опорника, который страхует СССР, ушедшего во фланг. То есть, ну, шестерка, да, которая сзади подчищает. То есть, ну, это же достаточно странно, несмотря на то, что он забил классный гол торпеда, то есть было довольно странно, когда он с Федоровым очень часто оказывался ему на позиции, там, восьмерке такого суперподключающегося полузащитника. Ну, то есть, в моей идеальной картине мира это Карпукас, глубинный опорник чуть над ним, это слева Барина, справа Мурадишвили, но, видишь, мы у нас первые два матча со Спартаком, наверное, где мы будем играть, скорее, больше вторым, как это называется, вторым номером, и я не уверен, что это будет. Ну, смотри, когда Карпукас перейдет в Барселону заменять Бускетса, ему придется играть в чужой штрафной. Ну, нет, Бускетс вообще не играет в чужой штрафной. Ну, ты думаешь, Хави не будет выгонять его в штрафную? Ну, как? Ну, как, когда перед ним будет Педри и Галь, и Де Йонг. Можно будет, да, не делать этого? Ну, ладно, ладно. Ну, мы в Сити его сначала, на стороне отдали, уже потом Барселона. Ох, окей. Атакующая линия, мне кажется. Ну, наверное, если из безрассудных ставок, то я бы поставил, конечно, на Куликова, оставив на Спартак. Не знаю, почему, но в плане абсурдности, я думаю, что почему-то так и будет. Слушай, Куликов супер-мемный чел, и надеюсь, что сейчас СВ нас слушает и скинет топ-голов Куликова за молодежную команду в чат Ежеток. Но факт есть факт. Единственный матч, в котором Куликов не сыграл, Локомотив проиграл. Все остальные матчи, в которых Куликов был на поле, Локомотив не проигрывал. И более того, он перевернул, ну, типа, в первом тайме с Уралом Куликова нету, во втором Куликов выходит, мы выигрываем. И в матче с, ну, то есть Куликов же у нас практически не играл по ходу сезона, но Галактионов его выпустил на Нижний Новгород, и мы Нижний Новгород обыграли. Мы, он, правда, и на Краснодар выпускал Куликова, мы Краснодару проиграли, но это точно не был матч, в котором мы должны были проигрывать там моментов. Мы насоздавали, ну, как минимум столько же, сколько Краснодар, и забей там Раков, забей еще кто-нибудь, то была бы как минимум ничья. Так что, ну, при всей мемности, может быть, Куликов что-то дает этой команде, какую-то связь между линиями, плотность, что-то такое, чего мы не замечаем и не понимаем. Ну, опять же, да, не может же Галактионов просто так с нихрена, имея Щетинина, Ракова, которые неплохо себя проявляют, Мардешвили, Баринова, которые прям вообще, ну, уже классные футболисты, и Карпукаса, все равно выпускать Куликова. Или просто совпадение? Было достаточно, я не очень понял, почему он не играл тогда с Джахором, да, потому что они с Конти еще перед игрой начали, да, он бегали по кругу, с тренировки по метровке, и Ваня Игнатьев достаточно весело спросил, типа, а что, ты не играешь сегодня сегодня? Да, вроде да, не играешь. Причем, что, ну, как бы, скорее всего, у них же какая-то теория была, там, не осталось, все понимали, кто когда выходит, там, замены. Господи, еще один штрих к тому, что происходит в Локомотиве. Когда Ваня Игнатьев спрашивает, у Куликова играет он или нет. Ну, Игнатьев сам был в запасе. Возможно, они не знали, кто выйдет на второй тайм, а кто не выйдет. Ну, на самом деле, на сборах, я думаю, что не всегда это до матча говорится, кто там на 60-й минуте выходит, кто не выходит. Ну, наверное, хотя, мне кажется, что... Ну, я думаю, что тогда можно было просто там и на беговую работу, учитывая, что было второе поле рядом, можно было бы туда отправлять заранее, а не по окончанию матча. Не суть важна. Да, давай дальше. О том, что... Ну, Куликова просто на поле нету. В этом большая проблема, что он не возвращает поводение после каких-то там потерь тремя первыми нападающими. То вот у Мородишвили я прямо четко видел, что Каманос Дзюба и Каманос Дзюба с Пеняевым что-то разыгрывают, потеряли мяч, нужен отбор. Мородишвили регулярно дает эти отборы, то есть с правого фланга. С левого фланга, когда Пеняев или Дзюба теряли мяч, Куликов не возвращал владения. И тут же мы получали достаточно быструю атаку в наши ворота. И как бы хорошо, что в Испании никто особо вперед играть не умеет, и поэтому это не приводило к каким-то моментам. Просто все команды было вынуждено 30 метров пробежать назад и подождать, пока нападающий потеряет мяч. То есть Каманос Куликов, конечно, может выйти, если мы начнем играть в вариацию 4-3, которые 4-2-3-1 с двумя опорниками. Но я бы, конечно, хотел видеть там скорее Карпукасов вместе с Бариновым, но тогда не очень понятно, кого оставлять между ними. Потому что Мара центральным атакующим, это, как мне кажется, было достаточно плохо, но это не реклажен, видимо, в прошлом сезоне. Ну, Антон. У нас на позицию центрального атакующего в тройке только Антон. Ну, может быть, Раков, но Раков туда не ставит. Хотя тоже довольно странно, мне кажется, Раков прям хорошо вписался бы. Ну, может дойти Каманоу под Зюбу, но такой, типа, я сказал, что можно дойти, это хорошая идея. Ну, Антон для меня самое, наверное, грустное впечатление сборов, потому что, ну, я вижу классные матчи Лёши за Торино, радуюсь, что все же перед телевизором, когда 12 часов по местному времени Торино начинает играть, и я год двух часов. Кстати, скоро начнёт, кстати, через полчасика. Да, я смотрю, как Лёха наслаждается игрой, и я потом вижу, что Антон делает какую-то, ну, такую абсолютную дичь. Это может быть потому, что он не справляется с физическими нагрузками, то есть, что по нему они ударили прям очень сильно. Да, мы знаем все прекрасно, что у него была очень долгая травма, очень долгое восстановление, возможно, сейчас он особенно тяжело воспринимает эти нагрузки, потому что у него их не было, там, полгода назад и год назад у него их не было, он в своё время лечился. Может быть, что... Ну, Антон был классный вот в последних матчах чемпионата, там прям, Антон действительно был классный, когда вот он играл восьмёрку, ну, что Лёха в интервью Палычу сказал, у него там про какой матч, Антон действительно был крут и всё правильно делал, хорошо связывал, переходил в атаке вот эту вот атакующую четвёрку с верхними нападающими. Но вот Антон в полуфланге, ну, это прям, конечно, боль, особенно, когда ты видишь, как Пеняев там крутит позвонки вот этому достаточно старенькому испанскому защитнику, а выходит Антон и вообще не представляет просто для него никакой угрозы, обрабатывает мяч очень медленно, вот это там на своём широком шаге, а-ля Неймар пытается уйти в центр, который у него первый же опорник тут же его жёстко встречает, значит, горает. У меня был достаточно такой, знаешь, хорошая надежда, посмотрел прекрасный, прикольный коммент-шоу с ним, да, он действительно пришёл и там практически два часа посмеялся как-то, перезвязывался впервые между сборной, вот решил, это, кстати, снимали прямо у меня в башне с Нобелем, мы сообщили, и вот, то есть кажется, что вот такие психологические штуки прям должны немножко раскрепощать Антону, то есть когда он там не просто своими делами занимается, а как-то, ну, в футбольной истории немножко отвлекся, посмеялся, поболтал и как бы вернулся в команду, но он по товаркам, по-моему, это, конечно, было совсем грустно, то есть не знаю, когда ещё первый матч, когда он действительно сыграл вот эту десятку, когда слева классная открывался им под него Изидор, они с Изидором что-то там творили, с Фикнезианом, потому что он чаще свалился как раз к нам на левый фланг, это было заметно, а вот... Ну, слушай, так ты говоришь совсем грустно, но у него два... Нет, у него один гол и передача, и в целом... Ну, передача с углового? Ну, передача с углового, да, но... На самом деле-то у Антона и другие передачи тоже были и периодически проходили, там вопрос был скорее к реализации того, что делали дальше, почему они не могли войти в штрафное, но это вопрос к нападающим скорее, чем к передачам Антона, они были просто, ну, много эпизодов было, когда казалось, что отдай простую передачу, которую ты исполнишь 10 из 10, а он придумывал какую-то ерунду, которая затормозила атаки, не проходила или просто сам мяч терял. Я просто, ну, хочу сказать о том, что Антон — это грусть для самого себя, то есть для Антона, которого мы помним по чемпионскому сезону, постчемпионскому сезону, но не для в целом уровня локомотива, потому что я все равно не вижу игроков уровня Антона Мирончука, которые могут так же стабильно пробить поворотом, так же стабильно, там, за матч хотя бы 5-6 передач отдавать вперед, пускай какие-то из них получится, не получится, но он хотя бы попробует, потому что, да, ну, Марадишвили может передачу на 3 метра влево не отдать, у него бывало такое, что он отдает передачу, потом хватается за голову и бежит отбирать мяч обратно, да, про Бару и других центральных полузащитников я, в принципе, молчу. Антон все еще может это делать, просто почему-то на фоне самого себя, которого мы помним, Антон показывает другой уровень футбола, и для меня здесь два варианта, да, это либо последствия травмы, которая сильно снизила его потолок возможностей, либо это, ну, есть еще психологические какие-то проблемы, да, но дай бог, что у Антона все нормально в семье, рождение ребенка и все такое, все в порядке, вот, но там второй вариант, который у меня приходит на ум, это именно, что, ну, он просто физически не вынес то, что предложили, то есть, что, да, там какой-нибудь Раков, какой-нибудь Пеняев, они молодые, задорные и при этом с хорошей природной физикой, они могут гоняться, бегаться, им все по кайфу, а Антон Миранчук, последствия травмы, возможно, просто не вывез, и поэтому ему сейчас, ну, он выходит на матче, и через пять минут у него уже голова ватная. Да, вот он с Урарту, я помню, что первые 15 минут, но сделал обрезов 6, причем, там, когда просто нужно было, ну, просто отдать влево, значит, он зачем-то разворачивал вправо, утыпался в опорник вместо того, чтобы разгонять атаку. Ну, просто мне кажется, что вот позиция левого инсайда, особенно, там, 4-3-3, но это точно уже не его формат. Именно позиционно, то есть, но если тогда это будет ромб, это будет под нападающим, или это будет, я не знаю, какая тогда вообще позиция для него будет нормальной? Вот, я про это и говорю, что я не понимаю его позицию вот в тех схемах, которые я видел на этих сборах. То есть, если это 4-3-3, то, ну, для меня Мардишвили и Баринов с восьмерками, они будут точно более предпочтительны, потому что, ну... Ну, может быть, асимметрия, то есть, один, ну, соответственно, Баринов, который заточен чисто на оборонительную работу, Мардишвили, который заточен на бокс-то бокс от штрафной до штрафной, потому что имеет такую физическую возможность, и Миранчук, который слегка избавлен от оборонительной работы и, соответственно, играет только на чужой половине поля. То есть, это вроде 4-3-3, но такие вот асимметричные. Ну, тогда это нужно, чтобы это с Карпукасом было сзади, потому что, ну, у меня есть претензии... Ну, вопросы по игре Барри как чистой шестеркой, потому что я считаю, что пук с шестеркой точно более сильная опция. Во всяком случае, потому что мы видели в осени, когда точно был лучшим игроком. Вообще, кстати, да, из того, что я готовился, думаю, что сказать, для меня классное впечатление про Эдбара. Я вижу, что он очень правильно заряжен, что он всегда добегает, всегда в игре, всегда общается с всеми, кто находится рядом. То есть, там был какой-то, даже в последнем матче эпизод, когда там Мара начал с кем-то ругаться, то ли с судьей, то ли с игроком по поводу того, что там не с той точки... Да, был смешной эпизод, когда Марадешевле три раза подряд вернул мяч на линию, на центральную линию, а игрок, соответственно, Фурсан три раза его на три метра вперед после этого подвинул. Стычка просто из ничего, просто, ну, настолько тупая стычка, которая только могла возникнуть. Ну да, то есть, Барретт тут же побежал, и Марис сначала немножко успокоил, потом какой-то эпизод пришел, там, то ли мяч выбили, то ли что-то еще, он еще раз к нему подошел, там что-то вроде, типа, давай, график был, не обращай на это внимания. Тут же был вот этот Абрейс, помнишь, с Погосновым, ему не очень там удобно дали, он классно, на самом деле, неплохо на протыке этой... Сохранил, а вторым касанием потерял его. Да, просто нужно было вторым шагом, просто его вперед, как можно дальше ударить. Тоже Бара сразу и к Погосту, и, например, кто ему с левой фланга отдавал, наверное, Нинахов, там и влево, то есть тут же со всеми поговорил, всех успокоил, все, Погос, давай, 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 нормально, поднимательный. И вообще, в целом, мне кажется, что впечатление... Я думал, что Бара может немножечко опять вот это вот захворать за стол, что не получилось уехать и тому подобное, но, во всяком случае, с Близи полное было классное впечатление для меня, то, что Бара в каждом эпизоде побежит вперед, жестко ставит ногу, пытается вернуть мяч, там, это подкать в жестком стыке, даже с вот этим вот бедной командой Форсан, Испания. И, ну, круто, что вот я действительно сейчас увидел Бару лидером команды, и у меня не всегда такое впечатление сладовалось о нем. Вот поэтому такой Бару в моей личной голове за это получает такой хороший плюсик, как человек, который мне нужен в команде. По его самоотдаче у меня, в принципе, редко, когда были какие-то претензии, по его вовлеченности в игру, по его желанию, там, сделать хороший результат, у меня были больше вопросы к Баре тактического плана, к тому, что он делает на поле, зачем он это делает. И были некоторые вопросы и в товарищеских матчах, то есть не в каждой игре мне действия Дмитрия Баринова на позиции, там, восьмерки или шестерки нравились, и, то есть, ощущение, что он, опять же, вот четко понимает, что ему нужно делать на этой позиции, у меня не возникает. То есть, вот эта вот пресловутая история, про которую я несколько раз говорил о том, что у нас при схеме 4-3-3 непонятно, кто страхует крайнего защитника. И в каждом практически матче возникают истории, когда добегает до центрального, до крайнего защитника, там, допустим, до Текнезяна, крайний нападающий, подключается крайний защитник, и они остаются вдвоем против одного Текнезяна, а кто должен ему помочь, опорник, центральный защитник или наш, вот этот вот крайне атакующий, они, ну, они не знают. И такое ощущение, что все надеются друг на друга. И в этом плане, вот в некоторых эпизодах, как мне кажется, ну, Дмитрий Баринов тоже должен был брать на себя вот эту активность и смещаться, помогать. А он где-то в штрафной стоял и тоже смотрел футбол. Знаешь, что я еще по поводу этого... По-моему, в матче с Бунеткором это вот случилось, как в моменте, когда мы пропустили гол, Бара вот застыл в полупозиции и смотрел, как нам забивают. Вот тут, наверное, в защиту скажу о том, что... Ну, посмотрите, со скольким количеством человек он вообще сыграл в парах на этих сборах. То есть это были и Марагишвили, Куликов, Карпукас, Антон, Раков, Щетинин. То есть это шесть. Это только непосредственно с кем... Те, с кем он должен взаимодействовать вот в своем этом треугольнике. И он должен с ними взаимодействовать и как с позиции шестерки, и с восьмерки. И с Щетининым он играл, когда Щетинин был ниже, когда Щетинин был выше него в восьмерке. И когда у тебя есть там тот же помощник Глушенков один раз сыграл в восьмерке. Глушенков не играл в восьмерке. Нет, он вышел направо, да. Глушенков просто сам по себе почему-то тусовался где-то в центре поля, в центральном круге. Я вообще этого не понимал. Типа вот на контрасте с Пеняевым, который бегал вперед-назад и все время куда-то к чужой штрафной стремился смотреть на Глушенкова, который инертно стоял где-то в центре поля. И такое ощущение, что ему особо неинтересно было играть в футбол, я, честно, не понимал. По поводу Баринова, у меня на самом деле очень редко претензии. У тебя шесть только полузащитников, а еще у тебя пара ЦЗ каждый раз менялись. То есть у тебя шесть человек, с кем ты полузащитник, и еще у тебя пять ЦЗ, которыми ты каждый тайм с одним, с другим, с третьим, в разную ногу, с разным уровнем пасса. То есть Кузьмичев по ГОСТ чаще отдает просто вперед по флангу. Обычно всегда ищет центр, то есть развернуть через Баринова, отдать ему в ногу, чтобы Барра развернулся, пошел, уже переправил на фланг. То есть Кузьмичев, да, Кузьмичев тоже, когда он играл, ЛЦЗ, он играл, то есть он тоже, у него большинство пасов уходит просто во фланг. То есть у тебя шесть человек, с кем ты полузащитник, пять ЦЗ, каждый из них, которые абсолютно по-разному играют. И я понимаю, если честно, почему это тяжело. Это не когда у тебя крыховик Миранчук чуть выше, нестабильный там Чорлук с Мурила, которых ты знаешь уже не один мать, не один месяц и вообще не один сезон. А тут у тебя 11 разных человек просто вокруг тебя крутятся, меняясь по несколько раз за тайм. Это точно очень сложно быстро переключать свою игру. Вот я думаю, что это нужно говорить. Я прекрасно это понимаю, да, я абсолютно согласен с этим тезисом. И на самом деле это... Я не то чтобы прям сильно ругаю игроков. На мой взгляд, можно обучить играть абсолютно любого футболиста и делать так, чтобы он приносил пользу. Но, ну, типа, вопрос к тренеру, который это делает. Вопрос к тому, что мы здесь вот с тобой собрались. Мы обсуждаем, что произошло за эти полтора месяца на сборах, что позволит Локомотиву улучшить свой собственный футбол. И вот мы видим то, что, ну, коллекционов из матча в матч пробуют разные сочетания разных напарников Дмитрию Баринову. И сказать, что Дмитрий Баринов как-то стал гораздо лучше понимать этих партнеров, которые вокруг него постоянно менялись, я не могу. И, соответственно, в продолжение сезона я буду ожидать, что точно так же будут какие-то недопонимания и ошибки просто из-за того, что Дмитрий Баринов с этими конкретными партнерами, да, играет во второй раз в жизни и не очень понимает, нужно ему смещаться, не нужно ему смещаться. И вопрос вот этот вот 4-3-3, кто должен помогать крайним защитникам, это же тоже тренерский вопрос, то есть каждый должен четко понимать, что так вот в этой позиции этот находится там, значит смещаюсь я. Или, соответственно, так вот он сместился, я должен переместиться на его место. Вот ситуация с голым Бунеткора, ушел с позиции центрального защитника Погоснов, и один Макеев остался закрывать всю штрафную площадь, в то время как Дмитрий Баринов прибежал на радиус, по-моему, это так было, я, честно, сейчас уже давно этот матч был, но, по-моему, когда я разбирал, это было именно так, что Баринов прибежал на радиус, но не стал центральным защитником, он не стал на место, соответственно, Погоснова, чтобы Макеев отодвинулся, играл по игроку. Поэтому вопросы к тренерству, к тренерской работе на этих сборах и тому, насколько команда понимает, что ей конкретно делать, у меня, честно говоря, очень много. И вот Баринов — это один из примеров того, что, ну, я верю, что Баринов умеет играть хорошо, я верю, что Баринов очень дисциплинированный игрок, и если ему что-то говорят, он будет это исполнять. Ну, значит, по всей видимости, не говорят, значит, по всей видимости, Бара сам не особо понимает. Как мне кажется. Давай про атаку. Для меня, на самом деле, атака — очень сильная боль для этих сборов. То есть по защите у меня, на самом деле, вопросы есть, но их минимум, и эти вопросы чинятся грамотным подсказом Лантратов. То есть если тренер не научил, то Лантратов подскажет. В опорке все более-менее понятно, потому что есть определенный набор футболистов, определенный набор качеств этих футболистов, и там Баринов ниже определенного уровня не опускается, Мардешвили ниже определенного уровня не опускается, Антон опускается, но я буду верить до конца, что он наберет форму, сбросит с себя вот эти гири физической нагрузки и сможет выдавать передачи. Я вообще не понимаю, что у нас с атакой. До покупки Дзюбы я просто в шоке был от того, что у нас происходит. Ваня Игнатьев старается, но не является нападающим уровня команды, которая там 100% гарантированно забивает. То есть у него будет один момент, он его реализует. Вот его пятки эти постоянные. Исидор куда-то пропал, видимо травма. Керка отдали. Камано это ужас какой-то, я не знаю. Худшего впечатления, чем Камано на этих сборах, на меня давно не оставлял игрок основного состава, потому что не отдать, не принять, не ударить поворотом. Все удары Камано это, я не знаю, возьми игрока 2010 года рождения, он сильнее пробьет. Но появился... Ну, самый лучший удар из атакующей четверки это у Ракова. Ну, по сути, получается, да. Ну, сейчас Пеняев появился, у Пеняева стабильный удар. Есть Глушенков тоже со стабильным ударом, если его вывести на этот удар. Глушенков, к сожалению, сам вообще никакой активности не проявлял. И это тоже меня сильно... Ну, Пеняева по первым матчам не было, потом он все-таки как-то стал играть, и я понял, что да, вот Пеняев это сила, которая нам поможет. Ну, по первым матчам его не было, потом он как-то не особо вписывался, но вот последние два матча, на мой взгляд, очень сильно провел. А Глушенков, я смотрю, и вот этот человек будет нас спасать. Вот он должен забивать, вот этот вот человек, который все матчи простоял в центральном круге. Ну, хрен знает. Что-то пока не особо понятно. Опять же, я вот... Из того, что я видел, я несколько матчей, по-моему, даже по Трансаци не смотрел. Я Сочи не видел, только хайлайты. И, наверное, Урал я не полностью смотрел. Вот этот вот бойник с Джахором и с Урарто, по-моему. Ну, в атаке все бы это было... Это было очень плохо. Полное непонимание, как мы вообще можем забивать. С Джахором был один единственный момент на первых минутах, когда они в стеночку там Раков-Пеняев что-то обыгрались, что-то вошли в штрафную, пробили. И я такой, о, ну, смотрите, вот два молодых, прикольно. Сейчас будут взаимодействовать, будут рвать. Джахор ничего себе не представляет. И все, прошла третья минута матча, и локомотив к воротам Джахора не приблизился. Вратарю ни одной задачи не задал. Это прям... С Урарто чуть-чуть получше было. Там хотя бы периодически мы доходили до чужих ворот. Но тоже прям... Прям грусть. И, ну, по Каману полностью согласен. Даже лишний раз говорить не хочется. Я вот... Мне кажется, что у них неплохое взаимодействие с Дзюбой, исходя из просто того, кто должен быть рядом, как правильно открываться и тому подобное. Но с исполнением у Каману были невероятные проблемы. Когда просто у него... Он был активен, он был заметен, но результат всех его действий это либо потеря мяча, либо удар от ворот. Как бы... Хочется все-таки от нападающего локомотива чуть больше, чем просто заметности. То есть я могу сказать, что вот Смольников мне понравился тем, что он там был активен, я постоянно его увидел рядом с мячом. А вот как бы про нападающего хочется говорить чуть более конкретно. Мне Глушенков понравился в первых матчах. В концовке сборов, ну, наверное, такой, значит, бенчмарк плохие матчи Керка. То есть когда ты вообще не понимаешь, был ли игрок на поле или нет. То есть вот... Мне несколько матчей Керка запомнились с приставкой «Супер», а потом проходят недели, и просто человека не видно на поле. Вот у Глушенкова были примерно такие, если бы проводим какую-то аналогию с последними годами локомотива. А Пеняев супер понравилось. Я понимаю, что это классная опция в плане скорости. Приятно увидеть, что на всех там видосиках-кружочках со сборов Дзюба всегда рядом либо с Раковым, либо с Пеняевым. Ну, я уверен, что Дзюба хорошо знает, кто это такой последний уже даже несколько лет. И такой, как Дзюба, точно человек интересующийся там. Ну, и много с кем общающийся о российском футболе и того подобного. Хорошо знает Пеняев и готов быть для него там каким-то советчиком, наставником и тому подобное. Я думаю, что вполне Пеняев и сам готов на такое вот... Ну, то есть лучше какого-то старшего наставника из мира футбола, но все-таки, как бы, несмотря на всю персону Дзюба, он все-таки всегда умел быть частью, важной частью коллектива и уметь именно наладить в том числе там и между молодыми, как это было там в сборной. Несмотря на то, что там сборная Черчества была не особо молодой, но как бы там все равно было много тех, с кем не общался. И я думаю, что Дзюба молодым точно может много что и подсказать, и дать, и не будем разгонять на эту тему. Мы иногда тоже что-то придумали, кстати. Поэтому... Ну, как вот они убежали после забив гол Уралу? Пеняев, который забил? Когда убежали, да. Когда Араков на Щетинина или на Мардешвили и убежал Пеняев в Уралу, да, по-моему? Да, это был Уралу гол. Да, но это же суперкруто, и я давно не видел, чтобы кто-то из игроков Локомотива... Потому что Локомотив еще была проблема, что вот эти быстрые игроки, которые приходили в Локомотив, они почему-то абсолютно переставали бегать. Но это было у Педриньо в матче с Химками. Вот он там показал скорость, он с центра поля убежал просто как электричка мимо нищего. То есть, это был классный дриблинг и понимание, что как чуть раскачать... Нет, у него там был именно гол, когда ему дали пас, и он просто и пролетел, вошел в штрафную и дальше забил. Но вот, да, это... Ну, Исидор периодически еще включает скорость, убегал куда-то туда, в штрафную, но... Но это был ранний Исидор. Да, это был ранний Исидор. Последний Исидор, к сожалению, не мог обработать мяч в простейших ситуациях регулярно, и это отскакивало, что он даже бегать особо не приходил. Ну, как бежит Пеняев, это видно в каждом моменте, то есть до игры на каких-то вот этих вот разминочных упражнениях, как он бежал, как только я его первый раз увидел, это вот... Первый матч уже не принимал участие, вот за спинами бегал с тренировкой подготовки и привозил ему несколько метров, на какой-то дистанции в 10 метров, несмотря на то, что там это, в общем-то, уже прилично ему задавали ритм. Это с детей было главное конкурентное преимущество Пеняева, это его стартовый рывок, и это его умение резко сменить направление и, ну, сразу же моментально набрать скорость, то есть он бежит в одну сторону, вроде как его догоняют, да, там какой-нибудь тоже нашелся игрок, но Пеняев резко меняет скорость, этот игрок останавливается, чтобы ему нужно было сменить эту скорость, сменить вектор, куда он бежит, и все, Пеняев уже улетел там метров на 5, потому что Пеняев это сделал моментально, то есть он остановился, побежал в другую сторону, и он уже снова на той же скорости, а этот только начал шаг свой набирать, и это прям очень сильно впечатляет, надеюсь, что вот реально на взрослом уровне это тоже ему пригодится, но для этого нужно создавать пространство, вот умеет ли Локомотив создавать пространство? Я чуть больше, ждал, вот опеняя именно в плане, ну понятно, что мы не сговорим о том, что ему лет какой-то его сезон на высоком уровне, но я чуть больше ожидал именно в плане какой-то, может быть, игры с мячом вот в этом во фланге, что больше отыгрывать он должен либо давать классный прострел, либо передачу там на уровне радиуса штрафной площади, либо там какое-то большее взаимодействие с Дзюбль, но это такое то, что я думаю, для меня на самом деле Пеняев не был игроком основы на Спартак, а сейчас я думаю, что это практически точно будет так. Не знаю насчет основы, потому что это всегда остается опция выпустить живчика на второй тайм под уставшего соперника, вот это все, потому что на первый тайм могут выбрать понадежнее, поспокойнее, не пропустить в первом тайме, а на второй тайм да, уже выпустить Пеняева, чтобы он бегал, добивал, вполне допускаю, что будет такое, но тем не менее, то, что Пеняев игрок по уровню сильнее, чем большинство игроков нашей атаки прямо здесь и сейчас, не в отдаленной перспективе, а здесь и сейчас, меня это не то, что удивило, но это оставило приятное впечатление, я надеялся на это, я это увидел. Что у меня дальше? Мне стало нравится Ваня Игнатьев, я не раз это говорил по ходу чемпионата, что, к сожалению, да, ты правильно говорил, что регулярно теряет мячи, когда он не должен терять, и вот то, что здорово тогда отметил в этой, в комментарии, Григориан. да, что вот это опт это то, когда нападающий должен обязательно сохранять мяч любыми возможными способами, просто чтобы там дать развернуть атаку и дать там выдохнуть чуть защитнику и то подобное, это все правда, но как бы это не, мы же все понимаем, что Ваня Игнатьев это не там не золотой игрок поколения, там когда-то он таким считался. Да, но ни Кокорин, ни Дзюба в их прайме, если мы там с Россией не топовый игрок, просто даже не лучший нападающий чемпионат России прямо сейчас, даже несмотря на то, что уровень нападающего чемпионата России сильно упал, но блин, я точно вижу, что он сильно, во-первых, переживает из-за каждой своей потери мяча, но именно в плаверном смысле, что если он потерял момент в какой-то позиционной атаке, он всегда 10 метров назад бежит и попробует либо мяч вернуть, либо просто как-то затормозить атаку. То есть я часто такое видел и у Камано, и кто у нас еще? Вот у Камано наверное больше всех, что потерял мяч и как бы все у нас тут же уходит обратно и, к сожалению, без возможности какого-то возврата, даже когда Камано играл вот таким центральным нападающим. То есть он тоже не цепляется за мячи абсолютно, но и как бы мы не возвращаем моментально владение. Я думаю, что Игнатьев, скажу свое слово, в «Нашечке Канате» даю ему три гола как минимум. Мне просто интересно, я не до конца понимаю, как они все-таки прямо сначала будут с Дзюбой взаимодействовать, потому что я не знаю, то что ну это зависит от физухи и уровня того, насколько Локомотив, допустим, глубоко будет играть с теми или иными командами, то есть Дзюба в игре, в контратакующей игре это явно не то, что нужно, не всегда. Если это даже и будет работать, то там какое-то количество определенное времени и точно будет необходима там замена либо в перерыве, либо уже там минуты на 55-й или 90-й, потому что они все-таки достаточно разные игроки и ну как из того, что я пока увидел, Дзюба не особо нам помощник в таких в контратаках, несмотря на то, что он безусловно все умеет и бежит. В контратаках он небольшой помощник, с другой стороны ситуация, в которой ты выбиваешь мяч и цепляешься за него и каким-то образом отдаляешь игру от нашей штрафной, они точно будут и Дзюба здесь больше помощник, чем Игнатьев, который, как мы уже сказали, за мячи в этой самой борьбе цепляется гораздо реже. Здесь ты выбил мяч и там хотя бы один из трех ты сохранил и окей, хоть немножечко отдохнул. Но это вопрос, когда ты даешь вне задачи либо ты даешь назад в зону. То есть это же совершенно разная игра и, ну, к сожалению, у меня нет ощущения, что наши там смертные защитники или опорники хорошо понимают, когда нужно дать вне задачи, а когда за спину к этому вопросу, потому что я действительно много размещал, что вот, ну, явно, что Игнатьеву просто нужно сюда дать в зону, чтобы он на шаге на двух попробовал зацепиться за мяч, попробовал, чтобы у него было там несколько секунд, чтобы проводить этот мяч развернуть. Вот это вот тот же самый момент из нарезки, но это же, ну, это действительно очень сложный для нападающего не метр девяносто момент, потому что у тебя сзади летит на всех парах защитник, часто с открытыми шипами, и там тебе надо корпусом его оттереть, да. Либо надо корпусом оттереть, либо как бы дождаться того, что тебе просто с открытыми шипами едут в ногу, потому что, ну, там защитник точно должен либо фалить, либо отнимать, и там уже что получится. Особенно там на 90 минут это, скорее всего, и под желтую карточку. Еще нужно... Дюба с такими метрами у меня вопросов нет, что он будет разбираться с такими моментами, но в тот же самый момент можно было чуть там сделать пас на секунду дольше и уже в зону вперед. И Локмотива тогда несколько секунд получил на то, чтобы и расположиться правильно, и отдохнуть, и переделиться от своих пород. Два момента. Во-первых, в одной из похожих ситуаций Игнатьев получил травму в матче с Краснодаром, наверное. Не помню с кем. Но прям... Ну, вот как раз ему влетели... Когда он принимал мяч, ему, соответственно, влетели, и он после этого еще минут пять поиграл и попросил замены. И после этого пропустил уже концовку всего чемпионата. Второй момент, что... Я забыл, какой второй момент. Что ты хотел сказать? Я включил себе Торино, и теперь я постоянно сбиваюсь. Не помню, какой был второй момент, а даже скажу о том, что я вообще не вижу, что Дзюба и Игнатьев будут играть одновременно. Я сомневаюсь, что такое может быть и вообще в какой-то теории возникнет, да, потому что ну, в помощь Дзюбе скорее мы увидим Камано, скорее мы увидим Пеняева, таких живчиков, таких игроков, которые вбегают в пустое пространство, вбегают в зоны. Вот. Вот почему-то совершенно не пробует Глушенкова, хотя Глушенков, наверное, тоже мог бы таким быть, и центральный нападающий Глушенков в крыльях советов играл хорошо, и как раз Глушенков мог бы быть таким человеком более универсальным, потому что, во-первых, на него Дзюба мог бы скидывать не только за спину, не только в штрафную, чтобы он вбегал, но и чуть-чуть назад, чтобы Глушенков принял и тут же пробил поворотом. Удар Глушенкова, на мой взгляд, сейчас самый поставленный среди игроков Локомотива, пока, по крайней мере, Жамлядинов не восстановится, не станет играть более-менее стабильно. Удар Глушенкова плотный, мощный и близко к воротам соперника, если дать ему секунду прицелиться на это. Но вообще не пробует Глушенков Глушенкова нападающим, чем меня несказанно просто удивляет, прям супер странно. Ты берешь нападающего, ты берешь человека, который в этом конкретном сезоне себя проявляет на позиции нападающего, забивает, отдает и хорошо комбинирует внутри штрафной и ставишь его крайним. То есть, человеком, который достаточно далеко от ворот действует. Меня это сильно удивляет и сильно настораживает. Я все-таки думаю, что для Глушенкова эта позиция крайне неудобная. Вообще, что ты думаешь по Дзюбе в плане приобретения? Это нормальная история приобрести Дзюбу, нормальная история приобрести Дзюбу в этот конкретный момент. Очевидно же, что приобретение Дзюбы это шаг в сторону упрощения игры. Что какой-то такой мне видится шаг отчаяния от Галактионова и от тренерского штаба. И от селекционного штаба. Ну, может быть, и от селекционного штаба. Ну, надеюсь, сейчас нас слушает не так много пишущих людей. Ну, у меня есть один знакомый в другом футбольном клубе, и я достаточно хорошо понимаю, какие варианты на усиление возможны для российского рынка. скажем так. Одна, кажется, московская команда, или, может быть, не московская, ищет вполне до сих пор себе нападающего, и я понимаю, какие там имена, цифры и послужные списки. И есть ощущение, что Дзюба это не то, что джекпот в этом множестве нападающих, что это как минимум опция номер один и номер два. Я думаю, что ну давай, Дзюба или Фалькао? Ну Дзюба. Думаю, что Дзюба, как ни странно. Ну Фалькао, конечно, топ, но Фалькао в 37 лет чуть сложнее, чем Дзюба в 30. Ну не суть важно. Дзюба в 34. Норм. Думал больше. На год младше меня Иона Смольников оба 88-го. Ну ты не как Фалькао. Тоже неплохо. Я лучше выгляжу или хуже? Ты лучше. Спасибо. Но у меня нету недвижимости в США, поэтому в целом я готов, если меня подпишут на нападающего, я в принципе готов. не получилось мне как-то смешно отшетить, прошу прощения. Ну и вот собственно, что не едет, не поедет никто сюда даже за 10 миллионов даже большую личку, которых нету в России больше. то есть того же ЦСКА они еще там и под санкциями и действительно там нету нормальных денег ни на трансфер, ни на зарплаты. Но я не думаю, что в лотмотиве ситуация бы сильно была другая. Но вопрос в том, что можно было бы и без Дзюбы, да, то есть многие говорят о том, что ну вот ваша задача прожить полгода, не вылететь, ну типа и без Дзюбы можно, но вы берете Дзюбу, а Дзюба это совершенно точно человек, который будет в старте, потому что брать Дзюбу и сажать его на скамейку это просто себе в ногу стрелять. И если Дзюба, то это определенное упрощение игры, то есть с Дзюбой ты не играешь в быстрый контратакующий прессингующий футбол. С Дзюбой ты играешь в отдал мяч на Дзюбу, Дзюбу скинул на фланг, открылся в штрафную, ты с фланга на Дзюбу навесил, вот Дзюб забил. Вот такой типичный футбол, который там Зенит играл в свое время. Ну, Дзюба понятно, что не кухта в плане прессинга, но я тоже вполне понимаю, как с этим может работать, то есть при условии, что у тебя двое с флангов и десятка либо восьмерка тут же правильно поджимают, то есть Дзюба это он же должен перекрывать просто зону между двумя ЦЗ, чтобы не было здесь пасса, ну, чтобы это просто ушло к тому, чтобы мяч отдали либо вратарю и вратарь вынес два касания, либо на фланге, где во флангах уже должен быть прессинг от крайних ползочек, поэтому я не сильно думаю, что Дзюба там невозможно играть с высокой линией и там с большим прессингом последний третий. Но это точно... Санабрия, какой же он ему только что Миранчук просто мяч в ногу вложил, он вышел один на один в... ну, просто один в штрафной и из вратарской пробил во вратаря. Просто украл идеальную голевую от Миранчука. Блин, я всегда так радуюсь голевую Миранчука, как будто я отдал сам. Я просто... Любые действия Лёхи. И ещё одна передача под удар Карамоне попал. Возвращаемся. Возвращаемся к футболу. Понятно, что когда видишь, что Лёхи переходит в локомотив, у тебя шок и непонимание, но достаточно быстро прошло, потому что нет лучших опций быть не может, к сожалению. Всем понятным событиям и фактам, но не поедет сюда ни один уважающий себя. Но вопрос был в том, что нельзя ли было обойтись без Дзюба, да? Игнатьев, но у вас есть Камано. есть Камано. Хорошо, Игнатьев получает желтую, красную карточку, он и может это сделать. Камано, я видел, Камано центральным нападающим не в ромбе, но это ужас, это не вообще не про это. Вы не будете угладить мячом, вы просто не будете переходить в последнюю трепь. Вас будут разворачивать на центре, у вас будет постоянное давление на тех полузащитников, потому что после этих разрядов у тебя восьмерка не может нормально подключиться, если нападающие регулярно не получают мячи. У тебя восьмерка не может идти высоко вперед, потому что иначе у тебя будет тут же преимущество у перехватившей мяч стороны, чисто на их центре и на флангах, если у тебя еще и, не дай бог, справа кто-нибудь забежал. РусДК в чате спрашивает, проблема у клубов с тем, что они не могут платить за границу или с тем, что игроки казалось бы, латиноамериканский рынок, он открыт и можно брать оттуда интересных ребят, какие-нибудь там, не знаю, иранские футболисты или еще какие-нибудь футболисты, но по идее вот Драгович вроде был согласен ехать в локомотив, правда не поехал, но какие-то переговоры шли. Ну, допустим, наверное, футбольный клуб ЦСКА не может платить вообще. Я думаю, что он может платить, но не все соглашаются на то, чтобы пойти на риск сделки с подсанкционным клубом. Да, то есть кто там... Там же проблема в том, что банк даже может задним числом отменить транзакцию и ты с этим ничего не сделаешь, если ты уже передал трансферный лист и ты с этими деньгами потом дальше, возможно, не сможешь их отправить. То есть у тебя же будет proof of funds запрашивать любой банк, если ты передаешь их куда-то дальше, у тебя эти деньги будут из России, у тебя абсолютно любой рандомный... Понятно, что там, наверное, южноамериканские мелкие сетевые банки, но так же иначе те же клубы, они там уходят и эти деньги за каких-то других игроков, то далее обратно у тебя спрашивают, если ты на эти же деньги купил кого-то еще, то у тебя вполне могут их и не принять. ТСК еще под персональными, наверное, можно и персональными санкциями, поэтому у них это еще в два раза сложнее. Но я думаю, что в Россию огромное нежелание ехать, потому что игроки абсолютно по поводу России абсолютно точно не в вакууме, они понимают, что здесь могут быть эскалации конфликтов, и если у них есть приемлемые контракты в любой другой стране мира, это все вполне... Ну, зачем? Просто зачем рисковать? Ты можешь себе перечеркнуть все в свое будущее вот этим трансфером, то есть тебя отсюда потом не продадут, там, тот же пример сейчас Изидора, что он хотел уйти, ну, так или иначе, там, возможно, были какие-то проблемы еще со стороны, там, оплаты тем же Леоном и тому подобное, не знаю, по причине до конца Леон отказался от этого трансфера, кроме того, что, может быть, насолить там вот этому Ларьяну, переходить у них Изидора, но... Я теперь так радуюсь, когда Леон проигрывает, по-моему, на прошлых выходных снова проиграл, 1-2, по-моему, счет был, я так... Ну, Зенит, вот я даже вижу, что Зенит проводит сделки, ну, Зенит провел сделки со своим ручным агентством, с клубом, в котором он уже не раз это проводил, я там понимаю, что сейчас же еще и без денег это обошлось, то есть, они просто отдали Юрия Альберта, получили просто контракты взамен, но это абсолютно другое, там вот это агентство, скажи, пожалуйста, Еленка, где все контакты налажены, вполне может быть и просто агентские, они расстреляют по-другому, но вот, да, тоже Руздики пишет про самовыкупы, камон, там далеко не все могут себе такое позволить и далеко не все налоговые службы такое примут, что как команда переводит деньги частному лицу, по сути, игроку, чтобы он сам на себя выкупил, но в Европе тоже, и в Европе и абсолютно во всех других странах это будет уклонение от налогов и тому подобное, такие трансферы, такие финансовые потоки тоже достаточно жестко регулируются, нельзя просто так перевести человеку 5 миллионов долларов и чтобы он их потом потратил на другие нужды, безусловно, если ты не фейх-катара и не хочешь очень сильно Неймара. Вот, это если, наверное, проект, ну то есть я видел списки других команд на возможное усиление, кто может поехать в Россию, но там это гораздо хуже, чем Дзюба, можно ли было боитесь без Дзюбы, ну можно было, конечно, но если у тебя есть Дзюба за смешные, абсолютно смешные деньги, который готов идти на полугодовой контракт без обязательного продления, плюс 1, ну, надо брать, каждый, вот, у меня сейчас на столе Феррера Роше, очень вкусный лежит, и я вот в целом с удовольствием бы ее взял, я просто сейчас меня снимают, я не очень хочу ее есть, но если есть такая конфетка на столе, то почему бы ее не съесть, если никто не видит, и никто больше не придет, я могу выключить тебе камеру, ничего не требует, нет, я потом еще и еще чем-нибудь захочу, поэтому я держу себя в руках, понял, понял, правильный вопрос задает Антон Сорокин по поводу того, что нужно ли Артема Дзюба выпускать прям сразу с Спартака, или по крайней мере здесь и сейчас, раз Игнатьев чуть более воплечен в игру, Игнатьев у нас лучший бомбардир сборов и один из лучших ассистентов на сборах, то есть у него и по гол плюс пас все просто замечательно, при том, что играл он сильно меньше других футболистов, вот нужно ли здесь сейчас чуть более надежного Игнатьева выпустить, или рассматриваем матчи со Спартаком, во-первых, как большая мотивация для Дзюба, во-вторых, как возможность еще немножечко сыграться с партнерами. Вот, ты тоже сказал, что да, брать Дзюбу и не ставить его старт, я тут же об этом задумывался, будет ли Дзюба на Спартак, я думаю, что да, у него есть Телеграм-канал, вы просто не подписаны. Да, я тут засмеялся, думаю, что это СВ. Вот, о чем мы, я не уверен, что он будет на Спартак, но поставил бы, наверное, где-то 80 на 20, что его будет в основе, несмотря ни на то. Там же у нас в Кубке ничего не изменилось, что заявка 21, а не 18, как раньше. или 22, 23. Понятно. Ну, я думаю, что раньше в Кубке была короткая заявка. Ну, я думаю, что сейчас 23 игрока, 11 на поле, 12 в запасе. Все те же 5 замен. Ну, да-да-да. Ну, по крайней мере, в группе так было, то есть в группе не было других условий по сравнению с чемпионатом. Я думаю, что в плей-оффе тоже не должно быть. По крайней мере, в пути РПЛ. Я думаю, что Дзюба точно сыграет 45, но не уверен, это первые или вторые. Наверное, все-таки поставил бы на первые. Итак, ну, по всем более-менее персональным персоналиям мы прошлись. Общее ощущение от сборов, общее ощущение от того, насколько команда подготовилась, будет ли она лучше смотреться, чем осенью. И чего ты ждешь через два дня? Давай. Мне, я до сих пор немножко не понимаю эти сборы, потому что все те же причины, которые мы обсудили, просто, да, я вижу, как summary. Это разные ЭЦЗ каждый матч. Это никто не сыграл, больше не было матчей, где все собирали бы 80 минут плюс. Не было какой-то устоявшейся схемы. Я точно видел и своими глазами, и по общению с людьми о том, что это точно команда под очень большими нагрузками, то есть прям непосредственно перед играми в цикле нагрузок. Бывает же, когда просто у тебя в течение вот этого, как это называлось, первый, второй, третий сбор, то есть у тебя внутри этого сбора есть какой-то там три дня, да, микроцикл, когда у тебя полностью идет беговая работа, и вы там с мячи берете вечером просто для того, чтобы то же самое сделать, но с мячами. То есть там не идет каких-то тактических разборов, просто ты бежишь с мячом, а не гладким бегом. И по этому же по технизянам видно, что ребятам точно очень сложно, и в этом, наверное, и есть какая-то моя позитивность относительно того, что действительно были настолько недовольны уровнем физической подготовки осенью, что решили эти сборы положительно на закладывание фундамента, и потом уже в течение нескольких последующих недель пытаться добить игровые какие-то аспекты и связи. То есть, ну, строить игру без физики поняли, что невозможно, и решили, что вот этот месяц в Эмиратах потратят именно на это. И, наверное, в этом есть какой-то позитив, но в целом для меня сборы такие, не могу сказать, что меня что-то супер порадовало, какой-то матч, что я видел какую-то фееричную игру, какие-то наработки, скорее осталось еще больше вопросов, но и какая-то, наверное, доля оптимизма исходя из того, что, ну, вот, если, что, как минимум за счет физики, мы на нем можно будет что-то накладывать в течение последующего первого месяца возобновления Кубка и Чемпионата. А что я жду послезавтра? Какой характер будет у игры и какими можем быть ожидания по составу, что бы ты хотел? Я думаю, что это будет абсолютно отвратительно матч в уровне. Мы же постоянно играем со Спартаком первый матч после возобновления. Я помню, только я помню, что такие четыре. Это постоянно когда мы Снегу играли против Глаза Игнатья. Это разыгнать зимние игры, да, против Спартака неоднократные. Несколько раз это было скучнейшее 0-0, когда у меня достаточно много друзей валяющего за Спартаком две недели перед матчем разгоняются друг с другом у нас еще кто победит, кто победит, победит. А потом, да, начинается игра 10, красный мяч и соответственно включили еще 0-0. Мне просто кажется, что будет примерно то же самое с, наверное, некаким стартовым давлением от Спартака, как это было последние два матча, когда локомотив первые 15 минут не особо на поле. и очень важно будет в эти 10 минут первые не пропустить и дальше я думаю, что игра будет достаточно равной. Я не смотрел полностью матчи Спартака на этих сборах, я, не сравненно, очень рад, что получилось как-то более продуктивно проводить время во время матчи Спартака. Но я думаю, что это будет похожий матч на последний, что мы сыграли, даже когда проиграли 2-1. Стартовое давление Спартака, потом какое-то успокоение игры и дальше уже возможно какое-то там преимущество и замена и непреимущество поле и просто потому, что очень холодно и все уже не особо понимают, что делать на поле. Я думал, что локомотив приедет хоть минимум за неделю в матку, а не прилетает фактически за 48 часов. И это при том, что перелет из Дубая, насколько я знаю, не самый простой. Ну, теперь уже это единственный простой из всех возможных. Ну, все равно это, да, сколько лететь? 5,5 до Шереметева. Ну, ладно. Это еще не так много, ладно. Это примерно так же, как и из Марбелии, наверное, было бы лететь. Ну, то есть работник, как и почему так решили, то вот испугались о том, что будет, акклиматизация возникнет на 4-5 день, и поэтому скорее это будет тяжелее, поэтому, на 6-7 день. Есть такое, это как в Владивосток и Хабаровск пролетали ну, прям вот непосредственно перед игрой, чтобы игроки вообще ничего не поняли, сыграли и сразу же улетели. И иначе могло жестко накрывать. Окей, мои ощущения от матча с Спартаком, они будут, ну, на самом деле примерно те же, я очень опасаюсь игры с Спартаком, у меня есть полное ощущение, что Спартак как раз вот воспользовался наработками европейских тренеров а-ля Гиздали, не стал сильно нагружать спортсменов, а предпочел построить набор формы через игры и, соответственно, у них будут довольно легкие ноги, они будут в матче, вот именно на первых матчах, а у нас, блин, первые два матча с ними, они будут просто банально свежее, банально активнее, чем наши футболисты Ресчи и все такое. Вот, но в дальнейшем это, по идее, должно сказываться так, что Локомотив будет набирать, а Спартак будет сбавлять, и если бы мы, ну, точнее, может быть, мы еще встретимся с ними в финале Кубка, и там уже баланс сил должен быть в другую сторону, но вот в первых матчах, к сожалению, есть эта проблема, что Локомотив, на мой взгляд, сильно перегружен, и я не верю в волшебное преображение, что, как Макеев сказал, что вот сейчас нам тренерский штаб сказал, что нас выведут на нормальную форму, я в такое не верю, мне кажется, что даже если сейчас нету каких-то серьезных физических нагрузок, если они ушли, и они просто играют в футбол и отрабатывают вот эти вот комбинации с фланга, я все равно не верю, что они вдруг неожиданно резко забегают, то есть для этого нужно, чтобы прошло там пару недель, наверное, три недели, и проблема с акклиматизацией, она никуда не денется, и ты в любом случае из плюс 35 приезжаешь в минус 10, минус 15, матч еще и может быть под угрозой отмены, нам, кстати, будет сильно хорошо, если матч перенесут, вот, но мне не очень верится, то, что они будут переносить игры такого уровня, скорее они измерят и увидят то, что там минус 14, и 9, значит, можно играть. Вот. И большие опасения. Мне вообще, ну, много раз говорил, что у меня есть пессимизм относительно того, что происходило на этих сборах, я не очень верю во все это, и для меня некая отдушина и некий позитив это появление Дзюбы, потому что с Дзюбой тебе, по сути, не особо нужен тренер, ты можешь наладить игру с Дзюбой, Дзюба сам может наладить эту игру, так, чтобы она была достаточно эффективной, потому что работа Галактенова меня пока, на самом деле, не сильно впечатляет, и по выбору состава постоянное комано, постоянное куликов, постоянное тасование игроков, непонимание, что тебе нужно, тасование схем, которые тоже мешают игрокам понять, что им нужно от этой жизни, что им нужно делать на поле, в любом случае, когда ты сегодня 4-3-3, завтра 4-4-2, послезавтра 4-2-3-1, и еще и в этих схемах постоянно меняются футболисты, меняются роли, честно, мне кажется, что это не самое продуктивное межсезонье для Локомотива, но, по крайней мере, бегать и крутить педали мы можем в лиге на уровне топовых команд, может быть, может быть, именно это и нужно в российской премьер-лиге, как знать. Увидим, увидим. Уже послезавтра первые ласточки этой подготовки, а через месяц, я думаю, что мы уже более-менее полную картину будем иметь относительно того, насколько Локомотив подготовился. Давай, вопросики тебе почитаю, или, может быть, ты уже прочел какой-нибудь вопрос, на который хочешь ответить? Нет. Окей, да. Давай тогда. Смотрел, кто в спальнях на диск, лицерон. Полный список. Ну, мне достаточно, что дисквалифицирован Соболев, я в этом Спартаке больше всего его боюсь. Квинси, конечно, тоже хорош, но он не тренировался со Спартаком вообще в принципе все эти сборы, он где-то в Москве чем-то чилил, чем-то занимался. Все остальные, там, не знаю, какой-нибудь Шамар Николсон, Бальде, меня не сильно впечатляют. Так, вопросы. Вопросы. Вопрос Саши. Кто, по твоему мнению, на сборах был лучше, Тики или Митай? Ну, думаю, что Тики. Я, к сожалению, не так много видел Митая. При том, что, ну, Митай, по-любому, хорошее впечатление, я не считаю, что это какой-то суперпровальный трансфер. Просто, он пока или еще не играет, но я уверен, что Митай, это игрок понятного уровня, с понятными перспективами, и это точно не выстрел в пустоту. Последний матч у нас не играли вот Митай и Щетинин и Раков, и мне кажется, что это вот как раз в тему того, о чем я говорил, о том, что Галктионов решил все-таки немножечко повысить возраст команды. Митай же у нас 2003 года рождения, 2005 и Раков, 2005 и Щетинин, на поле еще 100% 2004 и Пеняев, и это как-то совсем уж пионер-отрядом играть. Здесь хоть какие-то взрослые дяди должны быть. Вот, возможно, исходя из этих мыслей, именно Технизян, именно Нинахов, а не Митай на левом фланге. Так, как думаете, будет ли перенос кубкового матча? Ну, вот я со своей мыслью сказал, что, на мой взгляд, матчи такого уровня стараются не переносить, потому что проданы билеты, потому что соберутся болельщики и выгонять их, еще раз. Ну, проще матч провести, да, там будет минус 16. Ну, если, конечно, минус 30 ударят, тогда матч отменят. Но если будет какой-нибудь минус 18, то они просто скажут, что да, нормально, минус 15. Чаша стадиона, теплее на 3 градуса, минус 15 мы замерили. Это, как помните, матч с Хабаровском, когда мы летали, и там точно было не минус 15, но из-за того, что не будем же ты отправлять локомотив обратно и потом он сюда будет лететь, они такие, ну, слушайте, ну, нормальная температура. Хотя там минус 24, по-моему, было в этот момент, и люди на трибунах просто с ума сходили. Ну, все-таки перенос матч это довольно такая форс-мажорная и экстренная штука, к которой стараются не прибегать, даже вот когда был матч снежное дерби год назад, ну, там же откровенно нельзя было играть в футбол, ну, вот просто нельзя было играть вот первый тайм матч локомотив-спартак, это, ну, это просто другой вид спорта. Это... все скользят, мяч не катится, мяч застревает, и... ну, они не перенесли эту игру, хотя обязаны были это делать, по сути. Поле не было готово за... ну, уже через час после начала матча поле не было готово. второй тайм был уже вполне нормальный. Второй тайм, соответственно, снег закончился, поле расчистили, это уже было похоже на футбол. Первый тайм... Нет, первый тайм там тоже задержка начался с достаточно большой. по-моему, начать на полчаса. Поэтому... поэтому я думаю, что игра состоится по расписанию. У нас будет стрим, приходите у нас. У меня будет стрим. Ты тоже приходи. Стриминг воно. В своем телеграм-канале. Как же смешно будет, если в итоге левым защитником у нас будет играть не Митай, не Текнезян, а Нинахов. Это будет провалом именно Галактионова. Я не уверен, что это будет провалом именно Галактионова. Вот в целом, в целом, пока не видел ни одной откровенно плохой игры Нинахова на позиции левого защитника. На позиции правого видел, на позиции левого он сыграл там, не знаю, матча 3-4 и все они были достаточно неплохими. И эта забавная история перекликается с историей Сильянова, потому что все хорошие матчи Сильянова, что я видел, они тоже были на позиции левого защитника и это тоже было, ну там, матчей 5. А когда он играет более профильную для себя позицию правого защитника, ну это просто обычный игрок, вот самый обычный игрок, который только есть в российском футболе. А слева, да, слева, ну и подключится, и пробьет, и там, не знаю, хорошо закроет свою позицию. Не знаю, как это получается, но вот в целом, ну а что, нет, ну Нинахов в позиции левого защитника забивает гол Уралу внешней стороной стопы в девятку, почему нет? Нормальная история. Если есть что добавлять, добавляй. Ну по поводу, я чуть больше думал, что у Вижем идем только металль на этих сборах, не очень понял. Ну, то есть я думал, что они, он будет играть и больше справа, и чаще чередоваться с Экнезианом. А по поводу Нинахова, ну я не понимаю, почему здесь провал. Ну, ни Нинахова, ни Нинахова, ни Рыга, ни Мяса, ну один так и другой. В целом достаточно, возможно, у меня точно больше вера в том, что Нинахова может быть футболист, чем Нинахова, для меня было, к сожалению. Есть, ну, тут можно размышлять только над тем, будет ли Смольников и Экнезиан, ну, Экнезиан должен быть в старте, хотя в этом по, как минимум, по психологическим причинам. Я уверен, что если Экнезиан не выйдет в основе, это будет очень, для него плохо. Кстати, вот хейтит, это у нас Маска Марин Бани. Кстати, вот хейтит Мещерякова, а Семинов Локомотив позвал не Морозов, не Нагорных, не Плутник, а именно Мещеряков. Ну, мне казалось, что все-таки Семинов клуб позвал Илья Леонидович Геркус. Мещеряков просто оказался тем человеком, который не сказал «я против», в отличие от других руководителей. Пенальти. Ворота Кремонезе. Кто вы имеете? Блашич? Блашич с травмой, его даже в заявке нет. Все посмотрим. Санабри, наверное. Кто у них там штатный пенальтист. В ком показывал? Футбол 1. В футболу кон. Ильич заработал. Но, я думаю, сейчас отменят, потому что откровенно сам зацепился за ног. Хотя, одной ногой он прям откровенно цеплялся, второй и... Что, Лехи не дадут? Нет, я думаю, что Лехи пенальти не дадут. Он же не Антон. Да, Санабри. Обидно. Я бы штангу убил. Хотя, вообще, в Италии, насколько я заметил, не очень любят изменять решение варом. Если судья поставил, то поставил. Адапо на банке Адапо на банке Ну, тут хотя бы Ильич, это хотя бы приобретение, это хотя бы понятная история. Когда Адапо был на банке, а в поле не было никого, это было странно. Казанка имеет право на существование только в том случае, если там будет хороший тренер, при котором будут прогрессировать. И да, Казанка должна быть в ФНЛ, а не в чемпионате Перовского района. Ну, достаточно логичный тезис. В целом, хороший тренер, хорошую селекцию и хороший чемпионат, и Казанка точно совершенно будет полезна. Вопрос, полезна ли Казанка с обычным, по Матч ТВ говорят, показывают, с обычным, тренером, с... ну, не каким-то гениальным тренером, да, с тренером а-ля Катасонов. Будет ли Казанка полезна, играя во втором дивизионе? Вот этот вопрос для меня открыт. Карулин, что же за такая огромная проблема выучить условные 200 слов на другом языке, чтобы давать, получать подсказ? Это не проблема, но это не вопрос первого месяца. У тебя, ну, за первый месяц ты на уровне автоматизма и четкого понимания, что слова означают, не знаю, спойлеру или не спойлеру, но голос Анабря забил, ничего не отменили, 1-0, Тарин павел. Ты на уровне автоматизма и понимания на подкожном уровне, что вот тебе говорят право, и ты сразу же, не переводя в голове это слово, понимаешь, что имеет в виду вратарь, для этого нужно пройти, для этого должно пройти время. Соответственно, это либо Лантрата выучат испанский, либо Конти там первые пару месяцев посидит в запасе. Как правило, 80% подсказов не являются индивидуальными, они скорее командные, и от того, что ты будешь Конти на испанском что-то кричать, особо ничего не изменится, если у тебя остальные тоже не понимают. То есть, у тебя, как правило, да, есть точечный подсказ на его языке, но в целом, я уверен, что за последние годы все защитники Локомотива, будь то даже наверное Хеведас, привычивались именно к подсказу на русском Абгире. Так, очень интересно посмотреть на подготовку спартачей к игре с нами, что они там разбирают в наших матчах и к чему готовятся. Я думаю, что, ну, была информация о том, что Ребров сидел на одном из матчей Локомотива и смотрел, но я думаю, что они просто забили на эту идею и готовятся от себя, ну, потому что сейчас реально непонятно, ну, то есть, понятно, да, сильные стороны Дзюба, вот изучить Дзюбу не так сложно, ты прекрасно понимаешь, в каком формате он будет играть и что нужно против него делать. Но так, чтобы готовиться под схему Локомотива, под игровые принципы Локомотива, я думаю, что Спартак просто забьет на эту тему и играем от себя, ребят, а там на второй матч уже посмотрим, что они там в первом выдадут. У нас же спаренный матч, в этом еще определенная особенность. А сколько между матчами? Неделя, 22-го, 29-го. Одных нет футбола никакого? Нет. То есть, ну, кубок весь завтра, да? А почему нельзя было выходные поставить, если на чемпионат рейс? Ну, не знаю. Ну, вот сейчас 22-го, 29-го, а потом через три дня уже начинается там чемпионат с Ростовом мы играем. 3-го марта, по-моему, типа того. Мне еще понравилась история о том, что, вообще-то, ну, давно с ковидного года разрешили ставить матчи национальные во время слота в Лиге Чемпионов, а матч ТВ сливался на это и поэтому ставил мотив Краснодар 5 часов вечера в будни. Ну, то есть, сейчас Сити с Арсеналом спокойно играли прям параллельно в Лиге Чемпионов. И вообще многие сыграли и вдруг вскрылось о том, что можно, оказывается, играть параллельно с Лигой Чемпионов, никто не против. Матч ТВ, да, игра с Краснодаром в 5 часов очень удобно. Я был прям счастлив на работе смотреть футбольчик-то. Так, привет, что с фильмом о юбилее? Вроде годноту снимали по слухам. Ну, в 36-м году покажут, я думаю. Теперь по новым вводным комиссия собралась, поработала с моим непосредственным участием и пришла к выводу, что это 36-й год. Я, кстати, с самого начала сказал, что для меня дата рождения Локомотива 36-й год. Может быть, Нагорных почитал мою заметку и счел, что это веское мнение члена комиссии по юбилею. Не знаю. Но выглядит, конечно, очень странно, очень смешно, что вы пытались праздновать в 22-м году, у вас не получилось, вы решили перенести на 23-й, а теперь решили, что и 23-й. Что-то нет никакой связи, доказать не можем. 36-й, ребят, 36-й. Я не против. Для меня эта гонка за годами рождения, она, в принципе, довольно странная. я видел доказательства того, что там в одном здании сидели, и по сути один и тот же клуб, одни и те же футболисты, одно и то же юрлицо. Ну, для меня это не аргумент. Для меня локомотив родился 12 января 1936 года, и я всегда с этим жил, и теперь вдруг менять на 23-е, 22-е мне банально тяжело. Тем более, что непонятно, что это за матчи вообще там были, что за чемпионаты там были. У меня нет гонки годов, у меня гонка даты. Мне очень нравилось, что в 1922-ом, 23-е июля, а у меня 23-е июля день рождения. А, это проблема. Поэтому за 22-е. Это проблема, да. Но нет, нет, не нашли, к сожалению, никаких доказательств. Работали очень плотно. Группа, комиссия наша по выявлению года рождения собиралась один раз, никто ничего не понял, разошлись, и потом академики долго работали. И отработали, что 36-й год. Так, на этот вопрос мы ответили, про Дзюбу ответили. Евгений, спасибо большое за фоллоу. Про создание телеграм-канала все ждем, все ждем, когда же Александр выйдет в свет. Телеграм-канал Абеор выше гор. Я там раз что-то пишу. Канал про футбол не твой? Нет. Нет. Выйдем на пик формы примерно к финалу сетки лузеров. Это абсолютно нормально. В дабл элиминейшн попасть в финал сетки лузеров абсолютно нормальная история. Вообще не буду против, если мы выйдем в финал сетки лузеров. А мне интересно узнать, как развивается карьера после ЦСКА. Существуют ли перспективы отношений Саши с локомотивом? Уголок селекционера будем проводить не впустую. Я думаю, что очень похож на Тимофея. Подожди. Но это Александр Малых. Это кто не знает, давай, регалии Александра Малых. Это чемпион, нет, победитель кубка РФС с командой Локомотив 2 1995 года рождения под руководством Максима Мишаткина. Еще регалии есть или я забыл? Я чемпион того же кубка РФС только с локомотивом. Основным локомотивом. Да. Уже под руководством Полстянова? Да. Вот. Ну собственно выходят с Академии и в дальнейшем не пошла футбольная карьера, зато пошла карьера лидера мнений, как мы знаем. Это да, без мнений никуда. Это гораздо важнее, чем мечки собирать. В случае отмены не сгорят... А, извиняюсь. Там ничего интересного. В случае отмены не сгорят ли дисквалификации Спартака, а не только на кубок или кубок плюс чемпионат России? Насколько я знаю, только на кубок. Все дисквалификации Спартака и Зенита распространяются только на кубок, а не на чемпионат. Бейте по центру я люблю вас, так это получается не СВ от Зюба под этим ником зашел. Может, Галактионов наоборот на сборы в физику заложил, а игровые моменты через игры набрать? Это чревато потерей очков, мне кажется. Там очень плохой календарь еще в начале для этого. Слушай, на самом деле по именам календарь плохой это правда, но по тому, что я увидел на этих сборах, Ростов сейчас мрак. С Ростовом еще ехать туда. Ну да, но блин, это все равно, ну типа еще эти слухи о том, что Ростов не получает денег и на сборах они играют ну просто вообще никак. Краснодар с новым тренером пока тоже не очень понятно, что он с ними делает и не сказать, что я как-то сильно впечатлен. Ахмат на выезде, ну всегда неприятно ездить в Грозный, но тем не менее мы в Грозном неоднократно побеждали, для нас больших проблем не было, ну а бояться Ахмата это вообще в лес не ходить, не выезжать в багажнике. Игнатьев измотает Джикию и Дуарте и во втором тайме выйдет Дзюба и похоронит Спартак. Либо выйдет Пеняев и похоронит Спартак, либо выйдет Вадим Раков похоронит Спартак или Михаил Щетин. Главное похоронить Спартак. Можно даже не в первом матче. Могильщиков найдем. Да вот первый матч еще особо ничего и значить-то не будет. Проблема, что у нас второй матч на стадионе Спартака и он более важный. Что мы можем выиграть 1-0 здесь и вроде как порадуемся и все хорошо будет, а потом поедем туда и 2-0 получим. Но это проблема двухматчевых противостояний. Нам бы конечно вышиться сейчас пригласить. Он собаку съел на этом. Глушенков, Раков, Пеняев, Комано, 4 человека на 2 фланга прямо сейчас. Незабываем Сидора и Жамалединова, которые тоже могут на фланге. Про Сидора я не знаю. Сидор для меня сейчас футболист фантом. Нагорных вроде сказал, что на него надеются, что он поможет и что у него микротравма, но почему-то Локомотив абсолютно игнорирует сей факт и Сидора вообще старательно прячет от всех камер, от его восстановления. У Фасона с Жамалединовым тоже микротравмы, но с первых дней сборов мы их видели в ежедневном режиме, как они восстанавливаются. Исидор просто пропал со второго сбора. Второй, третий сбор мы Исидора не видим. Хотя он в команде, он занимается с Лусио, но почему-то показывают в инстаграме Лусио, а не в инстаграме Локомотива, не в телеграме. Исидор во время матчей занимался в зале? Где-то рядом с Гильерами они всегда маячили. Из того, что я слышал, то, что у Исидора не самое лучшее расположение духа, настроение и выражение лица. Надо думать, когда ты уже почти уехал в Лорьян или Леон, а потом тебя отшили просто в последний день трансферного окна информацией про то, что у тебя травма, мы тебя не возьмем. Я бы тоже был немножечко... Да, и я так понимаю, он... Можно сказать. Есть претензии у сотрудников Локомотива непосредственно Никасидору и у Исидора к тому, где он находится, и не очень он, как мне говорили, что он хочет здесь находиться и тому подобное. Мыслями не здесь. Но потом было забавно, что уже когда матч закончился, я подходил к выходу непосредственно тренировочного комплекса и Исидор жутко подкалывал Дзюбу вот в своей вот этой манере а-ля как они с ДК постоянно вдвоем смеялись. Потому что на матч приехали какие-то две блондинки лет под 35 на шпилях. А их показывали в трансляции? Да, возможно. И они после матча побежали фотографироваться с Дюбой. Именно с Дюбой. То есть там уже четыре человека зашел в автобус и тут шел Диму вот они сюда к нему там где-то по три минуты поваляли. А они стояли прямо перед автобусом. А Исидор сидел на переднем сиденье. Ну то есть на тренерском этом сиденье то есть первый стекло. Исидор хихикал с этого всего как-нибудь разговаривали по очереди фотографировать что одна вторая то у них вместе. И потом Дюбой когда заходил он пошел через дальнюю дверь и Исидор сорвался побежал с улыбкой в своем месте в дальней двери но судя по всему что-то сказать Артему что он по-другому сложившейся ситуации. Ну не знаю я прекрасно понимаю что у Исидора сейчас точно не лучшее настроение потому что из локомотива он наверняка хотел уйти и были хорошие предложения которые прям ему сильно нравились как минимум Лориан вот а приходится еще полгода оставаться в России вот но понятное дело что Исидор весельчак я думаю что долго грустить он не будет восстановится от травмы поиграет и летом уедет уже с концами так 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 в какой схеме и на каких позициях можно вернуть жизнь Антона Миранчука но мы более-менее поговорили не знаю мне кажется что для Антона Миранчука сейчас нужно как можно чаще быть с мячом и как можно больше иметь адресатов для передачи поэтому наверное центр наверное 4-2 ромб который мы пробовали и атакующая позиция в этом ромбе но может быть что-то в ней сделает либо позиция восьмерки но иных вариантов я для Антона Миранчука не вижу потому что атакующий игрок Антон Миранчук вот там в верхней тройке я его там не вижу вообще нигде у него нет ни скорости ни резкости ни тех качеств которые есть у Пеняева и даже у Глушенкова хотя Глушенков меня вообще не порадовал но конечно лучше Антона чем Камано что когда Антон играет ЛЗ им просто привязан вот этот правый защитник который уходит с ним так же в центр так же мешает всем в середине ты сказал что туда должен забегать Технезиан как бы в ту зону но по сути когда там с ним играет либо край ну тут бы не откора было что просто за Технезианом возвращался крайний полузащитник 4-4-2 и просто из этой вот этой зоны между лицевой линией штрафной просто ничего не происходит потому что Антона там нет он туда не входит он оттуда только разворачивается центр и нет никакой активности из-за того что медленно катается мяч подключение Технезиана ничего не дает мы не можем довести этот мяч до Технезиана в свободную зону в этом главная проблема так в случае отмены не сгорят это я прочитал так это я читал снежное дерби 2-0 больше часа полтора что ли стояли у своих мест да там долгий был перерыв и ну по сути матч должны были переносить Нинахов вроде играл с Лацо слева по матчу что я показывал Рубчинский играл с Лацо ну если на выезде я думаю что я там был и это было очень плохо от Рубчинского окей окей я домашний матч помню что Сильянов играл с правой косячил он же пенальти же привез да что Рубчинский пенальти же Рубчинский привез по-моему все-таки или просто из его зоны забили там Филипп Андерсон да да он его изнасиловал и просто забил а пенальти Сильянов заработал в московском матче когда Худюков там показывал буду прыгать в этот угол и прыгал в другой нет я помню а там да там просто изнасиловали Рубчинского на выездном матче это правда я не помню кто в домашке играл слева вычеркнул матчи из памяти немножечко здесь сейчас кого видите двух ЦЗ если господи у меня все скакнуло здесь сейчас кого видите двух ЦЗ а если в 3 ЦЗ то кто ими будет для вас 3 ЦЗ вообще не вижу 2 ЦЗ для меня на данный момент Макеев Кузьмичев после выздоровления фасона я бы пробовал фасон плюс Кузьмичев фасон плюс Конти может быть это будет неплохая связка грустно что ни Рефат ни Фасон не сыграли ни минуты если честно я этого этого рассчитывал я с Рефат общался после второго середины второго сбора он говорил что у нас третьего сбора в общей группе и я так думаю что по его собственным ощущениям и ожиданиям рассчитывал уже быть полностью в общей группе ну в видосах я прям уже четко вижу что Рефат принимает участие в игровых упражнениях фасона там нету то есть Рефат скорее всего Рефат может сыграть через 2 недели условно говоря какие-то минуты первые получить фасона я думаю что еще точно не меньше месяца ждать я все вспомнил был в домашке сначала же была домашка в домашке вышел Нинахов справа но его заменили на 30-й минуте потому что он золотую получил и вышел Сильянов и Сильянов во второй тайме поперел спинку а в гостевом справа был Жбаглядов слева Репчинский и Репчинского Филипп Андерсон отправил в паре НН нам скоро опять будет нужна комиссия по нам и правому защитнику но летом немножечко другая история во-первых будет четко понятно что Локомотив остается в РПЛ во-вторых летом гораздо больше свободных игроков чем зимой ну и может быть что-то что-то будет более ясно непонятно с трансферной политикой Локомотива Спарта за сколько обязана будет Кухту выкупить не в курсе вроде 5 миллионов смотрите они 1 миллион уже заплатили и еще 4 должны будут заплатить если захотят выкупить Кухту если не захотят то они 1 миллион они уже заплатили Кухта возвращается к нам и соответственно мы его можем торговать снова кому-нибудь так что у тебя с карьерой после ЦСКА ты так и не ответил ну там уже дальше написали шутка про Тимофе основал основал агентство у нас на правом фланге полузащиты после ухода Керка Дара и Глушенков не от хорошей жизни за ПЛ можно кем-то либо усилиться например Лего какого-нибудь из Оренбурга увезти есть тебе желание увезти Лего из Оренбурга из Оренбурга Лего не увозятся потому что все понимают что Электро-Оренбурга во многом рекорд вот это Зенит который скидывает понравившиеся варианты но которые не подходят для Зенита это не суперточная информация но в российском футболе все в этом уверены по-моему в Оренбурге нету правого атакующего игрока хорошего уровня то есть там есть игроки под нападающим нападающий и опорник Лукас Вера но не крайки так 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 как сложилась судьба после карьеры вратаря недолго три минуты у тебя есть хорошо я что делал я получился закончил универ в школе экономики потом начал работать не связанно с футболом и через год еще пошел учиться спортивному менеджменту на курс FIFA его успешно через год закрыв я не стал работать в футболе и как бы сейчас моя деятельность не поднесется кто-нибудь из твоих однокурсников работает в футболе по FIFA по программе там я думаю что Ярослав Мамочкин он и работал в Nike и сейчас я так понимаю он держит связь с клубом он съездил в Пеняево всегда в Манчестер раза в три но в целом у нас там на курсе был не только то есть это был спортивный менеджмент он был по программе но он не сказать что он сильно был заточен на спорт с нами потому что сам Грин Громковский это президент UFC в России он непосредственно и продолжил свое дело то есть это такие классные курсы при NBA уровне именно хорошо укладывающиеся именно в спортивный менеджмент Дима Сычев работает в футболе? Нет, не работает Нет, не работает Но очень хотел бы наверное или не очень Думаю, что не очень хотел бы Ну ладно Все вопросы закончились у меня к тебе вопросы закончились Традиционно давай закончим прогнозом на матч как будет складываться матч с каким счетом он завершится 0-2 Спартак 0-2 Спартак Я думаю 0-1 будет Я думаю что Локомотив будет сильно сушить когда-нибудь что-нибудь пропустят в то, что Локомотив забьет не очень верю 0-1 лучше 0-2 к второму матчу слишком плохо будет 0-1 и 2-0 Не уверен на счет 2-0 во втором матче но я думаю что первый матч будет складываться либо 0-0 либо 0-1 если все-таки Спартак что-нибудь проткнет в ворота Все Спасибо тебе огромное за беседу Я надеюсь что ребятам тоже было интересно так более-менее онлайн мы сохраняли поэтому ну если что запись будет на ютубе завтра днем Пока Зави как то есть футбол постримить это будет тоже интересно Просто поболтать во время футбола Ты же скучный Окей Я очень скучный да это правда Ты очень сильно Не ты скучный Я не так сказал Я не хотел ни в коем случае спальбить Ты сильно разбавишь юмором и анекдотами трансляции Хорошо Мы еще позовем СВ Он уже перестал быть анонимом Я вообще лично с ним сидел футбол смотрел Поэтому во втором нормальный стрим взял Обязательно Хорошо Все забились Один из следующих матчей обязательно постримим Не уверен что ближайший но через неделю Спартак может быть Пока Субтитры сделал DimaTorzok